В 2019 году газеты и интернет-сайты по всей планете разместили на главных страницах сенсационные новости. Астрономам впервые удалось сфотографировать черную дыру. Миллиарды людей увидели этот впечатляющий снимок — красный шар раскаленного газа с черным округлым силуэтом в середине. Этот загадочный объект захватил воображение публики и некоторое время главенствовал в новостях. Дело не только в том, что черные дыры интригуют и завораживают физиков, но и в том, что они уже вошли в общественное сознание, поскольку фигурировали в многочисленных научно-популярных передачах и художественных фильмах. Черная дыра, которую сфотографировал телескоп Event Horizon, находится в галактике М87 на расстоянии 53 миллионов световых лет от Земли. Эта черная дыра — настоящий монстр, превосходящий Солнце по массе, вообразите только в 6 миллиардов раз. Вся наша Солнечная система, даже с учетом Плутона, легко поместилась бы внутри черного силуэта на фотографии. Чтобы добиться этого поразительного успеха, астрономы построили супертелескоп. Обычные радиотелескопы недостаточно велики, чтобы уловить слабый радиосигнал и создать на его основе изображение столь отдаленного и компактного объекта. Для достижения цели астрономы связали сигналы пяти телескопов, разбросанных по миру, а потом использовали суперкомпьютеры, чтобы тщательно совместить сигналы, создав по существу единый гигантский радиотелескоп размером с планету Земля. Этот составной инструмент был настолько мощным, что мог бы, в принципе, различить с Земли апельсин на поверхности Луны. Множество новых замечательных астрономических открытий, подобных этому, возродили интерес к теории гравитации Эйнштейна. Как ни печально, последние пятьдесят лет в исследованиях в области общей теории относительности Эйнштейна наблюдалось затишье. Уравнения в ней были чертовски сложными и содержали зачастую сотни переменных, а эксперименты с гравитацией слишком дорогими, ведь для них требовались датчики размером в километры. По иронии судьбы, хотя сам Эйнштейн относился к квантовой теории с подозрением, нынешнее возрождение исследований в области теории относительности было вызвано слиянием этих двух научных областей, применением квантовой теории к общей теории относительности. Как уже говорилось, если полное понимание гравитона и устранение его квантовых поправок считается слишком сложным делом, то более скромная задача применения квантовой теории к звездам, пренебрегая гравитонными поправками, положила начало целой волне прорывных научных открытий. Что такое черная дыра? Основная идея черной дыры, в принципе, уходит корнями в открытие Ньютоном закона всемирного тяготения. Его начало дают нам простую картину. Если придать пушечному ядру достаточную энергию, оно полностью обогнет Землю и вернется в начальную точку. Но что произойдет, если направить ядро точно вверх? Ньютон понял, что в какой-то момент такое ядро достигнет максимальной высоты, а затем упадет обратно на Землю. Но при достаточной энергии оно достигнет скорости убегания, то есть скорости, необходимой для преодоления земного притяжения, и унесется в пространство, чтобы никогда не вернуться назад. Это совсем несложное упражнение вычислить при помощи законов Ньютона скорость убегания от Земли или вторую космическую скорость. Она равна примерно 40 тысячам километров в час. Именно такую скорость должен был набрать космический корабль американских астронавтов в 1969 году, чтобы достичь Луны. Объект, не достигший второй космической скорости, либо выйдет на околоземную орбиту, либо упадет обратно на Землю. В 1783 году астроном по имени Джон Митчелл задался обманчиво простым вопросом. Что происходит, если скорость убегания равна скорости света? Если луч света испускается гигантской звездой, настолько массивной, что скорость убегания равна скорости света, то, возможно, даже собственный свет не сможет покинуть ее. Ведь свет, испускаемый звездой, в конечном счете возвращается на нее. Митчелл назвал такие звезды темными, небесными телами, которые выглядят черными, потому что свет не может преодолеть действия их мощной гравитации. Тогда, в XVIII веке, ученые мало что знали о физике звезд. К тому же им было неизвестно верное значение скорости света, поэтому высказанная Митчеллом идея несколько столетий оставалась невостребованной. В 1916 году, во время Первой мировой войны, немецкий физик Карл Шварцшильд служил артиллеристом на русском фронте. Сражаясь в самой гуще кровавой войны, он нашел время, чтобы прочесть и осмыслить знаменитую статью Эйнштейна 1915 года, в которой тот представил общую теорию относительности. Блестящее математическое озарение помогло Шварцшильду найти одно из точных решений Эйнштейновских уравнений. Вместо того, чтобы решать уравнение для галактики или Вселенной, что было бы слишком сложно, он начал с самого простого из всех возможных объектов — точечной частицы. Этот объект, в свою очередь, должен приближенно представлять гравитационное поле сферической звезды, как его видно с большого расстояния. Затем можно было бы сравнить теорию Эйнштейна с данными эксперимента. Статья Шварцшильда привела Эйнштейна в восторг. Эйнштейн понимал, что это решение его уравнений позволит провести более точные расчеты, касающиеся, например, искривления света звезд около Солнца и орбитального движения планеты Меркурий. Теперь вместо грубых аппроксимаций он мог получить на основе своей теории точные результаты. Это был огромный прорыв, который позже оказался важным для понимания черных дыр. Вскоре после своего замечательного открытия Шварцшильд умер. Расстроенный Эйнштейн написал «Трогательный некролог». Но, несмотря на громадный шаг вперед, сделанный решением Шварцшильда, оно также вызвало к жизни ряд озадачивающих вопросов. С самого начала его решение обладало необычными свойствами, расширявшими границы наших представлений о пространстве и времени. Получалось, что любую сверхмассивную звезду окружает воображаемая сфера, которую автор назвал «магической сферой», а сегодня называют «горизонтом событий». Далеко за пределами этой сферы гравитационное поле напоминало поле обычной ньютоновой звезды. Так что решение Шварцшильда можно было использовать для аппроксимации ее гравитации. Но если бы вы неосторожно приблизились к звезде и прошли сквозь горизонт событий, то навсегда оказались бы в ловушке и были бы раздавлены. Горизонт событий — это точка невозврата. Все, что попадает внутрь, никогда не возвращается. Однако при приближении к горизонту событий должны происходить еще более странные вещи. Так вы должны увидеть световые лучи, захваченные, возможно, миллиарды лет назад и все еще кружащиеся вокруг звезды. Гравитация будет действовать на ваши ноги заметно сильнее, чем на голову, так что вас растянет подобно спагетти. Мало того, эта спагеттификация станет настолько жесткой, что разорвет на части даже атомы вашего тела, который в конечном итоге просто разрушится. Тому, кто будет наблюдать это невероятное событие с большого расстояния, покажется, что время внутри космического корабля вблизи горизонта событий постепенно замедляется. Мало того, для внешнего наблюдателя все будет выглядеть так, будто в корабле на горизонте событий время останавливается. Примечательно, что для астронавтов в корабле при прохождении горизонта событий все будет выглядеть нормально. Ну, то есть нормально до тех пор, пока их не разорвет. Эта концепция была настолько диковинной, что многие десятилетия рассматривалась исключительно как научная фантастика. Некий странный побочный продукт уравнений Эйнштейна, на самом деле не существующий. Астроном Артур Эдингтон однажды написал, что должен, по идее, существовать какой-нибудь закон природы, который не позволяет звезде вести себя таким абсурдным образом. Эйнштейн даже написал статью, в которой утверждал, что при нормальных условиях черные дыры образоваться не могут. В 1939 году он показал, что гравитация не в состоянии сжать вращающийся газовый шар до размеров, соответствующих горизонту событий. По иронии судьбы, в том же самом году Роберт Оппенгеймер и его студент Хатлэнд Снайдер показали, что черные дыры все же могут образовываться в результате естественных природных процессов, которых Эйнштейн не предвидел. Если взять для начала гигантскую звезду, превосходящую наше Солнце по массе в 10-50 раз, и посмотреть, что произойдет, когда она израсходует все свое ядерное топливо, мы увидим, что в конечном итоге она может взорваться, превратившись в сверхновую. Если звезду, оставшуюся после взрыва, гравитация сожмет до размеров горизонта событий, то может произойти ее коллапс в черную дыру. Наше Солнце недостаточно массивно для взрыва сверхновой, а его горизонт событий составляет примерно 6 километров в поперечнике. Ни один известный природный процесс не в состоянии сжать Солнце до диаметра в 6 километров, поэтому наше светило никогда не станет черной дырой. Физики выяснили, что существует как минимум два типа черных дыр. Черная дыра первого типа — это остаток гигантской звезды после описанных ранее процессов. Черные дыры второго типа обнаружены в центрах галактик. Эти галактические черные дыры могут быть в миллионы или даже миллиарды раз массивнее нашего Солнца. Многие астрономы считают, что в центре каждой галактики имеются черные дыра. Последние несколько десятилетий астрономы обнаружили в космосе сотни потенциальных черных дыр. В центре Млечного Пути, нашей собственной галактики, располагается чудовищная черная дыра, масса которой в 2-4 миллиона раз превосходит массу Солнца. На нашем небе она находится в созвездии Стрельца. К несчастью, эту область заслоняют пылевые облака, так что мы не можем видеть черную дыру в центре нашей галактики. Но если бы пылевые облака вдруг разошлись, то каждую ночь небо освещал бы великолепный сверкающий шар из звезд с черной дырой в центре, который, возможно, превосходил бы посвятимость Тилуну. Это было бы поистине величественное зрелище. Последнее на данный момент интересное событие, имеющее отношение к черным дырам, произошло, когда квантовую теорию применили гравитации. Расчеты стали источником целого ряда неожиданных явлений, которые в очередной раз раздвинули пределы нашего воображения. Оказалось, что наш проводник по этой неисследованной территории был полностью парализован. Во время учебы в магистратуре Кембриджского университета Стивен Хокинг был обычным юношей без особых устремлений и целей. Он делал все, что положено делать молодому физику, но без особого усердия. Он без сомнения обладал талантом, но не мог, казалось, ни на чем сосредоточиться. Но однажды ему поставили страшный диагноз. Амиотрофический боковой склероз. И сказали, что жить осталось не больше двух лет. Хотя его разум не пострадает, тело быстро зачахнет, потеряв способность к функционированию и в конце концов умрет. Молодой человек, подавленный и потрясенный до глубины души, понял, что до этого момента его жизнь растрачивалась впустую. Он решил потратить несколько оставшихся ему лет жизни на что-то полезное. Для него это означало решить одну из величайших задач физики — применить квантовую теорию гравитации. К счастью, болезнь прогрессировала намного медленнее, чем предсказывали доктора, так что он мог продолжать новаторские исследования в этой новой области, даже когда оказался прикован к инвалидному креслу и утратил контроль над руками и ногами, и даже голосовыми связками. Однажды меня пригласили выступить на организованной Хокингом конференции. Мне посчастливилось побывать у него дома, и меня поразили те гаджеты, которые позволяли ему продолжать исследования. Одним из них было устройство для переворачивания страниц. Можно было поместить в него журнал, и оно начинало автоматически перелистывать страницы. На меня сильное впечатление произвела целеустремленность Хокинга, его готовность сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать болезни помешать ему двигаться к цели. В то время большинство физиков-теоретиков работало над квантовой теорией, но небольшая кучка нонконформистов и твердолобых упрямцев пыталась найти новые решения уравнения Эйнштейна. Хокинг же задался другим, но при этом очень глубоким вопросом. Что произойдет, если объединить эти две системы и применить квантовую механику к черной дыре? Он понимал, что задача вычисления квантовых поправок для гравитации слишком сложна, чтобы ее решить. Поэтому выбрал для себя более простое задание — рассчитать квантовые поправки только для атомов внутри черной дыры, игнорируя более сложные квантовые поправки гравитонов. Чем больше Хокинг читал о черных дырах, тем яснее видел, что что-то здесь не так. Он начал подозревать, что традиционное представление, в соответствии с которым ничто не в состоянии покинуть черную дыру, нарушает квантовую теорию. В квантовой механике все очень неопределенно. Черная дыра выглядит идеально черной потому, что поглощает абсолютно все. Но идеальная чернота нарушает принцип неопределенности. Даже чернота должна быть неопределенной. Хокинг пришел к революционному выводу о том, что черные дыры должны обязательно испускать очень слабое квантовое излучение. Затем он показал, что излучение, испускаемое черной дырой, на самом деле представляет собой одну из форм излучения абсолютно черного тела. В расчете ему помогло осознание того, что вакуум — это не просто состояние пустоты, что на самом деле в нем буквально кипит квантовая активность. В квантовой теории даже пустота находится в состоянии постоянной бурлящей неопределенности, где электроны и антиэлектроны могут внезапно выскакивать из вакуума, затем сталкиваться и исчезать, вновь превращаясь в вакуум. Так что пустота на самом деле пенится квантовой активностью. Затем он понял, что если гравитационное поле достаточно интенсивно, то в вакууме могут возникать пары электрон-антиэлектрон, или так называемые виртуальные частицы. Если один из членов такой пары падает в черную дыру, а вторая частица улетает прочь, возникает то, что сейчас называют Хокинговским излучением. Создание такой пары частиц подпитывается энергией, содержащейся в гравитационном поле черной дыры. Поскольку вторая частица покидает черную дыру навсегда, это означает, что суммарное содержание материи и энергии в черной дыре и ее гравитационное поле уменьшаются. Этот процесс называется испарением черной дыры и описывает конечную судьбу всех черных дыр. Они мягко светятся Хокинговским излучением триллионы лет, пока не истощат свои силы и не умрут в яростном взрыве. Так что даже жизнь черных дыр конечна. Через многие триллионы лет звезды Вселенной сожгут все свое ядерное топливо и погаснут. Только черные дыры останутся неизменными в эту мрачную эпоху. Но даже черные дыры должны со временем испариться, не оставив после себя ничего, кроме дрейфующего моря элементарных частиц. Хокинг задал себе еще один вопрос. Что произойдет, если бросить книгу в черную дыру? Будет ли информация, содержащаяся в этой книге, потеряна навсегда? Согласно квантовой механике, информация никогда не пропадает. Даже если сжечь книгу, то путем кропотливого анализа молекул сгоревшей бумаги можно ее полностью реконструировать. Но Хокинг разворошил осиное гнездо противоречий, сказав, что информация, брошенная в черную дыру, на самом деле теряется навсегда, и что квантовая механика в черной дыре вследствие этого нарушается. Эйнштейн однажды сказал, что Бог не играет в кости с миром, то есть невозможно свести все к вероятности и неопределенности. Хокинг добавил к этому, иногда Бог бросает кости туда, где вы не можете их найти, имея в виду, что кость может остановиться внутри черной дыры, где квантовые законы, возможно, вообще не действуют. Так что, когда проходишь горизонт событий, законы неопределенности перестают работать. Услышав это, физики, как один встали на защиту квантовой механики, показывая, что продвинутые теории, такие как теория струн, о которой речь пойдет в следующей главе, говорят о сохранении информации даже в присутствии черных дыр. Через некоторое время Хокинг сдал назад и допустил, что был, возможно, неправ. Но при этом он предложил собственное новое решение. Может быть, когда вы бросаете книгу в черную дыру, информация не пропадает навсегда, как он читал прежде, а возвращается в форме Хокинговского излучения. В слабом Хокинговском излучении зашифрована вся информация, необходимая для воссоздания книги в первоначальном виде. Так что Хокинг, возможно, был неправ, но верное решение заключается в излучении, которое он же незадолго до этого обнаружил. В заключение заметим, что вопрос о том, теряется ли информация в черной дыре, остается открытым и служит предметом горячих споров физиков. Но для разрешения нам, возможно, придется ждать появления окончательной квантовой теории гравитации, включающей гравитонные квантовые поправки. А пока Хокинг обратился к следующему каверзному вопросу, связанному с объединением квантовой теории и общей теории относительности. Сквозь кротовую нору. Если черные дыры все пожирают, то куда это девается? Короткий ответ таков, мы не знаем. Возможно, настоящий ответ будет получен, когда нам удастся объединить квантовую теорию с общей теорией относительности. Только когда мы сумеем, наконец, найти квантовую теорию гравитации, а не только вещества, можно будет ответить на следующий вопрос. Что находится по ту сторону черной дыры? Если слепо принять теорию Эйнштейна, мы окажемся в сложном положении, поскольку его уравнения предсказывают, что сила гравитации в самом центре черной дыры или в начале времен бесконечна, что не имеет смысла. Однако в 1963 году математик Рой Керр нашел совершенно новое решение уравнений Эйнштейна для вращающейся черной дыры. Ранее в работе Шварцшильда черная дыра должна была коллапсировать в неподвижную крохотную точку, получившую название сингулярности, где гравитационные поля становились бесконечными и все сжималось буквально в точку. Но при анализе уравнений Эйнштейна для вращающейся черной дыры Керр обнаружил странность. Во-первых, такая черная дыра не схлопывается в точку. Вместо этого она коллапсирует в быстро вращающееся кольцо. Центробежные силы, действующие на вращающееся кольцо, достаточно сильны, чтобы не дать этому кольцу схлопнуться под действием собственной гравитации. Во-вторых, если вы попадете в кольцо, то очень может быть, что вас не раздавит, и вам удастся пройти насквозь. Гравитация внутри кольца на самом деле конечна. В-третьих, математика указывает, что пройдя сквозь кольцо, вы можете попасть в параллельную вселенную. При этом вы буквально покидаете нашу вселенную и входите в другую, родственную. Представьте себе два листа бумаги, лежащие один на другом, а затем проткните их оба соломинкой. Проходя по соломинке, вы покидаете одну вселенную и попадаете в параллельную. Эта соломинка и называется кротовой норой. В-четвертых, входя в кольцо снова, вы можете проследовать дальше, в следующую вселенную. Процесс чем-то напоминает передвижение на лифте через этажи высотного здания. Воспользовавшись лифтом, вы попадаете с одного этажа на другой. Войдя в кротовую нору, вы попадаете в совершенно новую вселенную. Таким образом, мы получили поразительную и совершенно новую картину черной дыры. В самом центре вращающейся черной дыры обнаруживается нечто напоминающее волшебное зеркало Алисы. По одной его сторону мы видим мирные окрестности английского Оксфорда, но стоит протянуть руку сквозь зеркало, и вы оказываетесь в совершенно ином месте. В-пятых, если бы вам удалось таки пройти сквозь кольцо, вы имели бы также шанс оказаться в отдаленной области вашей собственной вселенной. Так что кротовые норы могут оказаться чем-то вроде тоннелей метро, незримо пронизывающих пространство и время и соединяющих отдаленные точки короткими маршрутами. Расчеты показывают, что по ним теоретически можно было бы путешествовать быстрее скорости света или даже перемещаться назад во времени, не нарушая при этом известных физических законов. Эти странные выводы, какими бы дикими они ни казались, невозможно легко отбросить, поскольку они представляют собой решение уравнения Эйнштейна и описывают вращающиеся черные дыры, которые, как мы сейчас считаем, встречаются гораздо чаще других. На самом деле понятие кротовых нор первым ввел сам Эйнштейн в 1935 году в статье, написанной в соавторстве с Натаном Розеном. Они нарисовали образ двух соединенных черных дыр, напоминающий две воронки в пространстве времени. Если упасть в одну воронку, то тебя выбросит из второй и по пути не раздавит. В романе Терренса Уайта «Король былого и грядущего» есть такая знаменитая строка «Все, что не запрещено, обязательно случается». На самом деле физики воспринимают это заявление всерьез. Если нет какого-нибудь физического закона, который запрещает некое явление, то оно, вполне возможно, существует где-то во Вселенной. Так, несмотря на чрезвычайную сложность образования кротовых нор, некоторые физики высказывают предположение о том, что они, возможно, существовали в начале времен, а затем, после Большого взрыва, расширились. Не исключено, что их существование совершенно естественно. Когда-нибудь, возможно, наши телескопы позволят нам разглядеть в пространстве кротовую нору. Хотя кротовые норы сильно разожгли воображение писателей-фантастов, попытка реально создать такую штуку в лаборатории ставит перед исследователем немыслимые проблемы. Во-первых, необходимо накопить громадное количество положительной энергии, сопоставимой с энергией черной дыры, чтобы открыть проход в пространстве времени. Одно это потребовало бы технологии весьма и весьма развитой цивилизации. Так что мы вряд ли можем ожидать, что какой-нибудь изобретатель-одиночка в скором времени создаст кротовую нору в подвале собственного дома. Во-вторых, такая кротовая нора будет нестабильной и закроется сама по себе, если не добавить в систему новый экзотический компонент, называемый отрицательной материи или отрицательной энергией, что совершенно не то же самое, что антиматерия. Отрицательная материя и энергия обладают отталкивающими свойствами, которые могут удержать кротовую нору от схлопывания. Физики никогда не встречали отрицательной материи. Мало того, такая материя должна подчиняться законам антигравитации и падать вверх, а не вниз. Если миллиарды лет назад на Земле была отрицательная материя, то гравитация Земли оттолкнула ее и выбросила в космос. Так что мы не рассчитываем найти отрицательную материю на Земле. Отрицательная энергия, в отличие от отрицательной материи, реально существует, но лишь в крохотных количествах, слишком маленьких, чтобы иметь практическую ценность. Только очень высокоразвитые цивилизации, обогнавшие нас, возможно, не на одну тысячу лет смогла бы накопить достаточное количество положительной и отрицательной энергии, чтобы сначала создать кротовую нору, а затем не дать ей схлопнуться. В-третьих, излучение самой гравитации, называемого гравитонным излучением, может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв кротовой норы. В конечном итоге, для однозначного ответа на вопрос о том, что произойдет, если упасть в черную дыру, придется подождать появление настоящей теории всего, в которой и материя, и гравитация будут проквантованы. Некоторые физики всерьез предлагают противоречивую идею, согласно которой, когда звезды падают в черную дыру, они не сжимаются в сингулярность, а выдуваются на другую сторону кротовой норы, где образуют белую дыру. Белая дыра подчиняется в точности тем же уравнениям, что и черная, за исключением того, что направление времени в ней развернуто в обратном направлении. Так что материя из белой дыры наоборот извергается. Физики ищут белые дыры в космосе, но пока безуспешно. Смысл идеи белых дыр состоит в том, что большой взрыв возможно первоначально был белой дырой, и все звезды и планеты, которые мы видим в небесах, были выброшены из какой-то черной дыры около 14 миллиардов лет назад. Дело в том, что только теория всего может сказать нам, что находится по ту сторону черной дыры. Только вычислив квантовые поправки гравитации, мы сможем ответить на глубочайшие вопросы, которые ставят перед нами кротовые норы. Но если кротовые норы когда-нибудь позволят нам мгновенно перемещаться по галактике, то смогут ли они также провести нас в прошлое? Путешествие во времени Путешествие во времени неотъемлемый элемент научной фантастики еще со времен машины времени Герберта Уэллса. Мы можем свободно передвигаться в трех измерениях вперед-назад, вправо-влево и вверх-вниз, так что возможно существует и способ передвижения в четвертом измерении времени. Уэллс описывал его так. Человек входит в машину времени, поворачивает диск-указатель, а затем переносится через сотни тысяч лет в будущее в год 800-2700 первой нашей эры. С тех самых пор ученые исследуют возможность путешествия во времени. Когда Эйнштейн в 1915 году только предложил свою теорию гравитации, он очень тревожился, что его уравнения разрешат играть со временем и проникать в прошлое. Он был уверен, что это указывало бы на ошибку в его теории. Но эта возможность стала реальной в 1949 году, когда сосед Эйнштейна по знаменитому Принстонскому институту перспективных исследований великий математик Курт Гёдель обнаружил, что если бы Вселенная вращалась, то при перемещении по ней с достаточной скоростью можно было проникнуть в прошлое, то есть вернуться в момент времени до отправления. Эйнштейна поразило это неортодоксальное решение. В своих мемуарах он в конечном итоге заключил, что хотя во Вселенной Гёделя путешествия во времени возможны, эту возможность можно отбросить из физических соображений, подразумевая, что на самом деле Вселенная расширяется, а не вращается. Сегодня, хотя физики по-прежнему не уверены в возможности путешествия во времени, они воспринимают этот вопрос очень серьезно. Был найден целый ряд новых решений уравнений Эйнштейна, допускающих путешествия во времени. Для Ньютона время было подобно стреле. Единожды отправившись в путь, оно безостановочно летит вперед с одинаковой во всей Вселенной скоростью. Одна секунда на Земле равна одной секунде в любой другой точке пространства. Часы, находящиеся в любых уголках Вселенной, можно синхронизировать. Для Эйнштейна однако время больше похоже на реку. На своем извилистом пути меж звезд и галактик оно может ускоряться или замедляться. Время в разных точках Вселенной может идти с разной скоростью. Новая картина однако утверждает, что в реке времени могут иметься водовороты, способные забросить вас в прошлое. Физики называют их замкнутыми времени подобными кривыми. Не исключено также, что река времени может разветляться на два потока, так что линия времени тоже расщепляется, образуя две параллельные Вселенные. Хокинг был настолько захвачен путешествиями во времени, что бросил вызов другим физикам. Он считал, что должен существовать какой-то скрытый закон физики, пока не обнаруженный, который он называл гипотезой о защищенности хронологии, и что этот закон раз и всегда запретит путешествия во времени. Но доказать эту гипотезу ему, несмотря на все старания, так и не удалось. Это означает, что путешествия во времени, равно как и машина времени, могут все же оказаться совместимыми с законами физики. Кроме того, Хокинг иронично заметил, что если путешествия во времени возможны, то где же тогда туристы из будущего? Каждое значительно историческое событие должно по идее привлекать орды туристов, которые, потрясая камерами и расталкивая друг друга, отчаянно пытаются найти самые лучшие ракурсы и сделать фотографии поинтереснее, чтобы было чем похвастать в будущем перед друзьями. Задумайтесь на мгновение, какие шалости и розыгрыши вы могли бы учинить, если бы у вас была машина времени. Возвращаясь в прошлое, вы могли бы безошибочно играть на бирже и стать миллиардером. Вы могли бы изменять ход прошедших событий. Письменная история стала бы невозможной, историки остались бы без работы. Разумеется, у путешествий во времени есть серьезные проблемы. Существует множество парадоксов, связанных с путешествиями во времени. Вот некоторые из них. Можно сделать настоящее невозможным. Если вы отправитесь в прошлое, встретитесь со своим дедушкой, когда он был ребенком, и убьете его, то как вы вообще можете существовать на свете? Машина времени из ниоткуда. Некто из будущего делится с вами секретом путешествий во времени. Много лет спустя вы сами отправляетесь в прошлое и передаете секрет путешествий во времени себе самому, только более молодому. Откуда же в таком случае берется этот секрет? Можно стать собственной матерью. Писатель-фантаст Роберт Хайнлайн написал рассказ о том, как можно положить начало собственному генеалогическому древу. Представьте, что девочка-сирота вырастает, но меняет пол и становится мужчиной. Затем этот мужчина возвращается в прошлое, встречает себя и заводит с собой ребенка, девочку. После этого мужчина уводит дочку еще дальше в прошлое и оставляет в том самом приюте. После этого цикл повторяется. Таким образом девочка становится сама себе матерью, дочерью, бабушкой, прабабушкой и так далее. В конечном итоге разрешение всех этих парадоксов может произойти только тогда, когда будет сформулирована полная теория квантовой гравитации. Например, когда вы входите в машину времени, ваша временная линия может расщепляться и создавать параллельную квантовую вселенную. Допустим, вы отправляетесь в прошлое, чтобы не допустить убийства Авраама Линкольна в театре Форда. Возможно, вы его и спасете, но в параллельной вселенной. Следовательно, Линкольн вашей первоначальной вселенной все равно погибает и ничто не меняется. Но вселенная расщепилась надвое, и в параллельной вселенной вы спасаете президента Линкольна. Таким образом, если считать, что линия времени способна расщепляться с образованием параллельных вселенных, то все парадоксы путешествий во времени могут быть разрешены. На вопрос путешествий во времени можно будет ответить определенно только тогда, когда мы сумеем вычислить гравитонные квантовые поправки, на которые до сих пор не обращали внимания. Физики применили квантовую теорию к звездам и кротовым норм. Осталось применить ее к самой гравитации через гравитоны, но для этого необходима теория всего. Эта дискуссия поднимает интересные вопросы. Может ли квантовая механика полностью объяснить природу Большого Взрыва? Может ли она в случае применения гравитации ответить на один из великих вопросов науки? Что происходило до Большого Взрыва? Как появилась Вселенная? Откуда взялась Вселенная? Что привело Вселенную в движение? Это возможно одни из величайших вопросов как теологии так и науки и предмет бесконечных предположений. Древние египтяне верили, что Вселенная начиналась в виде космического яйца, плавающего в Ниле. Некоторые полинезийцы верили, что Вселенная началась с космического кокосового ореха. Христиане верят, что Вселенная была приведена в движение, когда Бог сказал «Да будет свет». Происхождение Вселенной давно интересует и физиков, особенно после того, как Ньютон снабдил нас убедительной теорией всемирного тяготения. Но когда сам Ньютон попытался применить свою теорию ко Вселенной, которую мы видим вокруг, он столкнулся с проблемами. В 1692 году он получил стревожившее его письмо от священника Ричарда Бентли. В этом письме Бентли просил Ньютона объяснить скрытый, но возможно разрушительный недостаток его теории. Если Вселенная конечна, если гравитация всегда притягивает, но никогда не отталкивает, то со временем все звезды во Вселенной притянутся друг к другу. Мало того, если времени будет достаточно, они все сольются в одну единственную гигантскую звезду. Так что конечная Вселенная должна быть нестабильной и со временем схлопнуться. Поскольку этого не происходит, в теории Ньютона должно быть имеется ошибка. Далее он утверждал, что законы Ньютона предсказывают нестабильность Вселенной даже в том случае, если она бесконечна. В бесконечной Вселенной с бесконечным числом звезд сумма всех сил действующих на звезду слева и справа будет тоже бесконечна. Следовательно, эти бесконечные силы должны со временем разорвать звезды на части и в конечном итоге привести к их распаду. Ньютона это письмо встревожило, потому что сам он не рассматривал возможности применения своей теории ко всей Вселенной. Позже Ньютон предположил интересный, но не полный ответ на этот вопрос. Да, признал он, если гравитация всегда притягивает и никогда не отталкивает, то звезды и сама Вселенная возможно нестабильны. Но в этих рассуждениях есть пробел. Предположим, что Вселенная в среднем совершенно однородна и бесконечна во всех направлениях. В такой статичной Вселенной все силы гравитации компенсируют друг друга и она остается стабильной. Если взять любую звезду, то действующие на нее в разных направлениях силы притяжения всех отдаленных звезд в конечном итоге складываются в нуль, и поэтому Вселенная не схлопывается. Это, конечно, было остроумное решение проблемы, но Ньютон понимал, что и в нем есть потенциальная слабость. Вселенная может быть в среднем однородной, но она не может быть в точности одинаковой во всех точках, так что крохотные отклонения все же должны быть. Подобно карточному домику она кажется стабильной, но даже крохотное нарушение вызовет мгновенный коллапс всей конструкции. Ньютон был достаточно умен и понимал, что однородная бесконечная Вселенная хоть и стабильно, всегда балансирует на грани коллапса. Иными словами, взаимная компенсация бесконечных сил должна быть бесконечно точной, иначе Вселенная либо схлопнется, либо будет разорвана на части. В конечном итоге Ньютон пришел к выводу, что Вселенная бесконечна и в среднем однородна, но иногда Богу приходится слегка встряхивать звезды во Вселенной, чтобы они не схлопнулись под действием гравитации. Почему ночное небо черное? Но это вызывает новую проблему. Если считать, что Вселенная бесконечна и однородна, то в какую бы точку пространства мы не бросили взгляд, он рано или поздно наткнется на звезду. Но поскольку звезд во Вселенной бесконечное количество, то и света в наши глаза должно попадать бесконечно много со всех направлений. ночное небо должно быть белым, а не черным. Эта загадка называется парадоксом Ольберса. За поиск ответа на этот каверзный вопрос брались величайшие умы в истории человечества. Кеплер, например, просто отбросил парадокс, заявив, что Вселенная конечна и, следовательно, никакого парадокса не существует. Другие ученые высказывали предположение о том, что звездный свет заслоняют от нас пылевые облака. Но такое объяснение не годится, поскольку через бесконечное время пылевые облака разогреваются и начинают излучать, как абсолютно черное тело, аналогичной звезде. Так что Вселенная вновь становится белой. Окончательный ответ дал Эдгар Аллен По в 1848 году. Как астроном-любитель, он был буквально заворожен парадоксом и сказал, что ночное небо черное, так как если двигаться назад во времени достаточно долго, то когда-нибудь мы достигнем отсечки, то есть начала существования Вселенной. Иными словами, ночное небо черно, потому что возраст Вселенной конечен. Мы не получаем из бесконечно далекого прошлого света, который сделал бы ночное небо белым, потому что у Вселенной не было бесконечно далекого прошлого. Это означает, что телескопы, направленные на самые далекие звезды, со временем увидят черноту самого Большого Взрыва. Остается лишь удивляться тому, как человек исключительно силой мысли, без каких бы то ни было экспериментов, смог прийти к выводу, что Вселенная непременно должна иметь начало. Общая теория относительности и Вселенная. Эйнштейн, формулируя в 1915 году общую теорию относительности, должен был непременно столкнуться с этими ошеломляющими парадоксами. Еще в 1920-е годы, когда он впервые начал применять свою теорию к самой Вселенной, астрономы говорили, что Вселенная статична, что она не расширяется и не сжимается. Но Эйнштейн нашел в своих уравнениях нечто озадачивающее. Попытки решить их показывали, что Вселенная динамична, что она либо расширяется, либо сжимается. Тогда он этого не понял, но это был ответ на вопрос Ричарда Бентли. Вселенная не схлопывается под действием гравитации, потому что она расширяется, преодолевая таким образом тенденцию к схлопыванию. Чтобы найти хоть какую-нибудь статичную Вселенную, Эйнштейну пришлось ввести в уравнение поправочный коэффициент, получивший название космологической постоянной. Подобрав величину этого коэффициента вручную, он смог скомпенсировать расширение или сжатие Вселенной. Позднее, в 1929 году, астроном Эдвин Хаббл, воспользовавшись гигантским телескопом обсерватории Маунт-Вилсон в Калифорнии, сделал поразительное открытие. Оказалось, что Вселенная все же расширяется, как и предсказывали с самого начала уравнения Эйнштейна. Хаббл пришел к такому выводу, проанализировав доплеровское смещение света далеких галактик. Когда звезда движется от нас, ее световые волны немного растягиваются, так что длина волны света чуть увеличивается, а весь спектр звезды слегка смещается в сторону красной области. Когда звезда движется к нам, ее световые волны сжимаются, так что длина волны света чуть уменьшается, а весь спектр звезды слегка голубеет. Тщательно проанализировав галактики, Хаббл обнаружил, что в среднем для их света характерно красное смещение. Иначе говоря, они удаляются от нас. Таким образом, Вселенная расширяется. В 1931 году Эйнштейн побывал в обсерватории Маунт-Вилсон и встретился с Хабблом. Когда Эйнштейну сказали, что в космологической постоянной нет необходимости и что Вселенная все-таки расширяется, он признал, что космологическая постоянная была его величайшей ошибкой. На самом деле, как мы увидим, не так давно космологическая постоянная вернулась, так что даже ошибки Эйнштейна открывают совершенно новые области для научных исследований. Кроме того, полученный результат позволял сделать еще один шаг и рассчитать возраст Вселенной. Имея вычисленную Хабблом скорость убегания галактик, можно было пустить запись в обратную сторону и рассчитать, как долго уже продолжается это расширение. Первоначальный расчет показал, что возраст Вселенной равен 1,8 миллиарда лет. Это создало неловкую ситуацию, поскольку уже было известно, что возраст Земли больше, ей 4,6 миллиарда лет. Последние данные с космического телескопа Планк дают нам возраст Вселенной равный 13,8 миллиарда лет. Квантовое послесвечение Большого Взрыва Следующая революция в космологии произошла, когда физики начали применять квантовую теорию к Большому Взрыву. Русский физик Георгий Гамов задался вопросом, если Вселенная начала свое существование в виде гигантского сверхгорячего Взрыва, то не должна ли часть его тепла уцелеть до наших дней? Если применить квантовую теорию к Большому Взрыву, то получается, что первоначальный огненный шар должен был представлять собой квантовое абсолютно черное тело, идеальный излучатель. Поскольку свойства абсолютно черного тела хорошо известны, можно по идее рассчитать излучение, которое представляет собой после свечения или эхо Большого Взрыва. В 1948 году Гамов и его коллеги Ральф Альфер и Роберт Херман вычислили, что температура остаточного излучения Большого Взрыва сегодня должна быть примерно на 5 градусов выше абсолютного нуля. Реальная его температура составляет 2,73 Кельвина. Такова температура Вселенной после миллиардов лет остывания. Это предсказание подтвердилось в 1964 году, когда Арно Пензиас и Роберт Вильсон при помощи гигантского радиотелескопа Холмделе обнаружили в космическом пространстве это остаточное излучение. Сначала они решили, что фоновое излучение объясняется каким-то дефектом их аппаратуры. По легенде они поняли свою ошибку, когда прочли лекцию в Принстоне и кто-то в аудитории сказал, либо вы регистрируете птичий помет на антенне, либо возникновение Вселенной. Для проверки им пришлось тщательно соскрести с антенной радиотелескопа весь голубиный помет. Сегодня это микроволновое реликтовое излучение, пожалуй, самое убедительное и весомое свидетельство в пользу Большого Взрыва. Как и предсказывалось, недавние спутниковые снимки фонового излучения показывают однородный огненный шар энергии, равномерно распределенный по Вселенной. Когда вы слышите помехи в радиоприемнике, их источником в определенной мере является Большой Взрыв. Мало того, спутниковые фотографии сегодня настолько качественны, что на них можно обнаружить ничтожную рябь на фоновом излучении, обусловленную квантовым принципом неопределенности. В момент рождения Вселенной происходили, судя по всему, квантовые флуктуации, которые и вызвали эту рябь. Идеально гладкий Большой Взрыв нарушил бы принцип неопределенности. Мелкая рябь со временем расширилась вместе с Большим Взрывом и при этом породила все те галактики, которые мы видим. Более того, если бы наши спутники не увидели бы на фоновом излучении этой квантовой ряби, ее отсутствие разрушило бы наши надежды применить квантовую теорию к Вселенной. Это дает нам замечательную новую картину квантовой теории. Своим существованием в галактике Млечный Путь в окружении миллиардов других галактик мы обязаны крохотным квантовым флуктуациям во время Большого Взрыва. Миллиарды лет назад все, что вы видите вокруг, было крохотной точкой в этом фоновом излучении. Следующий шаг вперед был сделан, когда удалось применить достижения квантовой теории и стандартной модели к общей теории относительности. Инфляция. Водушевленные успехом стандартной модели в 1970-е годы физики Аллен Гуд и Андрей Линде задались вопросом, можно ли применить уроки, извлеченные стандартной модели и квантовой теории, к Большому Взрыву. Вопрос этот был новаторским, поскольку стандартная модель в космологии в то время еще не применялась. Гуд заметил, что два загадочных аспекта Вселенной невозможно объяснить Большим Взрывом в том виде, каким его представляли до этого момента. Во-первых, существует проблема кривизны пространства во Вселенной. Теория Эйнштейна гласит, что ткань пространства-времени должна обладать легкой кривизной. Но при анализе кривизны Вселенной кажется, что на самом деле она намного более плоская, чем предсказывает теория Эйнштейна. Больше того, создается впечатление, что наша Вселенная совершенно плоская, с точностью до экспериментальной погрешности. Во-вторых, она намного более однородна, чем должна бы быть. В процессе Большого Взрыва в первоначальном огненном шаре обязательно должны были присутствовать нерегулярности и отклонения от идеала. Однако Вселенная представляется вполне однородной, в каком бы направлении мы не смотрели в небеса. Оба этих парадокса можно разрешить с привлечением квантовой теории и явления, которое Гот назвал инфляцией. Во-первых, согласно его идее, Вселенная пережила этап сверхскоростного расширения, намного более быстрого, чем то, что первоначально постулировалось для Большого Взрыва. Это фантастическое расширение сделало Вселенную в основном плоской и устранило ту кривизну, которая имелась поначалу. Во-вторых, первоначальная Вселенная могла быть нерегулярной, но какая-то крохотная ее часть оставалась однородной, и именно она в процессе инфляции раздулась до громадных размеров. Это позволяло объяснить, почему Вселенная сегодня выглядит такой однородной. Мы происходим из крохотного однородного кусочка более масштабного огненного шара, рожденного Большим Взрывом. Инфляция влечет за собой далеко идущие последствия. Из нее следует, в частности, что видимая Вселенная вокруг нас представляет собой на самом деле крохотный, пренебрежимый малый кусочек гораздо более масштабной Вселенной, которую мы, однако, никогда не увидим, поскольку она находится слишком далеко. Но что же вызвало инфляцию? Что запустило этот процесс? Почему вообще Вселенная стала расширяться? Пытаясь ответить на эти вопросы, Гуд черпал вдохновение в стандартной модели. В квантовой теории мы начинаем с симметрии, а затем нарушаем ее при помощи бозона Хиггса, чтобы получить ту Вселенную, которую видим вокруг. Используя аналогичный подход, Гуд высказал предположение о существовании нового типа бозона Хиггса, так называемого инфлатона, который сделал возможной инфляцию. Как и в случае с настоящим бозоном Хиггса, Вселенная родилась в ложном вакууме, пройдившем эпоху стремительной инфляции. Но затем внутри инфляционного поля возникли квантовые пузыри. Внутри такого пузыря появился истинный вакуум, где инфляция прекратилась. Наша Вселенная родилась как один из этих пузырей. Внутри пузыря Вселенная замедлилась до современной скорости расширения. Пока инфляционная концепция соответствует астрономическим данным. На сегодня это ведущая теория. Но у нее имеются неожиданные следствия. Если мы привлекаем квантовую теорию, это означает, что большой взрыв может происходить снова и снова. Новые Вселенные могут постоянно рождаться из нашей Вселенной. Это означает, что на самом деле наша Вселенная всего лишь единственный пузырек в море пены, где каждый пузырек — Вселенная. Иначе говоря, возникает мультивселенная, состоящая из множества параллельных Вселенных. Вместе с тем по-прежнему остается открытым вопрос, что изначально двигало инфляцию. Чтобы объяснить это, как мы увидим в следующей главе, требуется еще более продвинутая теория. Теория всего. Ускоряющаяся Вселенная. Общая теория относительности дает нам не только беспрецедентную возможность заглянуть в самое начало Вселенной, но и описать ее окончательную судьбу. Разумеется, в древних религиях можно найти яркие образы конца времен. Древние викинги верили, что мир закончится рагнареком или сумерками богов, когда гигантская снежная буря охватит всю планету, а боги начнут последнюю битву со своими небесными врагами. Для христиан книга «Откровения» пророчит всевозможные катастрофы, катаклизмы и появление четырех всадников апокалипсиса, предвещающих Второе пришествие. Но для физика традиционно существуют два пути, способных привести к концу всего мира. Если плотность Вселенной низка, то гравитации звезд и галактик не хватит, чтобы противостоять расширению пространства. Вселенная будет расширяться вечно и медленно придет к большому замерзанию. Звезды исчерпают все ядерное топливо, небо почернеет и даже черные дыры испарятся. Вселенная постепенно превратится в безжизненное сверххолодное море дрейфующих элементарных частиц. Если плотность Вселенной достаточно велика, гравитации звезд и галактик, возможно, хватит, чтобы противостоять пространственному расширению. Тогда звезды галактики со временем схлопнутся в большом сжатии, при котором температура взлетит до небес и уничтожит всю жизнь во Вселенной. Некоторые физики даже предполагают, что после этого Вселенная возможно вновь вспыхнет в большом взрыве и все начнется сначала. Получится этакая циклическая Вселенная. Но в 1998 году астрономы сделали поразительное заявление, перевернувшее многие излилеемых нами представлений и заставившее переписать учебники. Проанализировав далекие сверхновые по всей Вселенной, они обнаружили, что Вселенная не замедляется в своем расширении, как читалось ранее, а наоборот ускоряется. Мало того, оказалось, что она входит в режим катастрофического разбегания. Астрономам пришлось пересмотреть два существовавших прежде сценария, и появилась новая теория. Возможно, Вселенная умрет в процессе так называемого большого разрыва, при котором ее расширение ускорится до потрясающего уровня. Она будет расширяться так быстро, что ночное небо станет совершенно черным, поскольку свет от соседних звезд не сможет достичь нас, и температура всего приблизится к абсолютному нулю. При такой температуре жизнь существовать не может. Движущей силой ускоряющегося расширения является, возможно, то, от чего уже однажды отказался Эйнштейн в 1920-е годы. Космологическое постоянное, энергия вакуума, которую теперь называют темной энергией. Удивительно, но количество темной энергии во Вселенной огромно. Более 68,3 всей материи и энергии во Вселенной находятся в этой загадочной форме. Вместе темная энергия и темная материя составляют большую часть материи-энергии во Вселенной. Но это две разные сущности, и путать их друг с другом не следует. По иронии судьбы, ни одна из известных теорий не позволяет объяснить все это. Если попытаться просто подсчитать количество темной энергии во Вселенной, опираясь на постулаты теории относительности квантовой теории, мы получим величину, которая в 10 в 120 степени раз превосходит реальную. 10 в 120 степени — это единица со 120 нулями. Это, безусловно, самое масштабное расхождение между теорией и экспериментом в истории науки. Да и ставки в этой игре такие, что больше не бывает. На кону конечная судьба самой Вселенной. Разобравшись в этой проблеме, мы узнаем, как умрет наша Вселенная. Разыскивается гравитон. После нескольких десятилетий затишья в области исследований общей теории относительности, недавнее применение к ней квантовой теории открыло перед учеными неожиданные горизонты, особенно сейчас, с появлением новых мощных инструментов. На наших глазах появляются все новые и новые направления исследований. До сих пор мы говорили о применении квантовой механики только к материи, которая движется в гравитационных полях Эйнштейновой теории. Мы не касались гораздо более сложного вопроса — применения квантовой механики к самой гравитации в форме гравитонов. Именно здесь мы сталкиваемся с величайшей проблемой — с поиском квантовой теории гравитации, десятилетиями ставившим в тупик величайших физиков мира. Прежде всего посмотрим, что нам удалось узнать к настоящему моменту. Мы помним, что при применении квантовой теории к свету было введено понятие фотона — частицы света. При движении фотон окружает электрическое и магнитное поля, которые колеблются, пронизывают пространство и подчиняются уравнениям Максвелла. Именно поэтому свет обладает как корпускулярными, так и волновыми свойствами. Мощь уравнений Максвелла заключается в их симметричности, то есть способности превращать электрическое поле в магнитное и наоборот — магнитное в электрическое. При столкновении фотона с электронными уравнение, которое описывает это взаимодействие, выдает бесконечные результаты. Однако при помощи фокусов, придуманных Фейнманом, Швингером, Таманагой и другими, мы можем спрятать эти бесконечности. Родившаяся в результате этого теория получила название квантовой электродинамики. Затем мы применили этот метод к ядерному взаимодействию, заменили первоначальное поле Максвелла полем Янга-Милса, а электрон заменили серией кварков, нейтрино и тому подобных. На следующем этапе мы применили новый набор фокусов, изобретенных Тхолфтом и его коллегами, чтобы вновь устранить все расходимости. Таким образом, три из четырех фундаментальных взаимодействий Вселенной удалось объединить в единую теорию — стандартную модель элементарных частиц. Эта теория не особенно красива, поскольку собрана из симметрии сильного и слабого ядерных взаимодействий и электромагнитного взаимодействия. Так или иначе она работала. Однако попытка применить этот опробованный на практике метод гравитации приводит к проблемам. В теории частицу гравитации следует называть гравитоном. Аналогично фотону — это точечная частица, и при движении со скоростью света ее окружают волны гравитации, которые подчиняются уравнениям Эйнштейна. Пока все хорошо. Проблема возникает, когда гравитон сталкивается с другими гравитонами, а также с атомами. И если попытаться применить все те фокусы, которые ученые с таким трудом изобретали последние 70 лет, выяснится, что ни один из них не работает. Величайшие умы столетия неоднократно пытались решить эту проблему, но до сих пор никто не добился успеха. Ясно, что здесь требуется совершенно новый подход, поскольку все простые идеи уже исследованы и отброшены. Нам нужно что-то по-настоящему свежее и оригинальное. И все это ведет к самой противоречивой теории физики — теории струн, которая как раз и может оказаться достаточно безумной, чтобы занять место теории всего. Итак, мы видим, что на рубеже 19-го и 20-го веков физики было два великих столпа — закон всемирного тяготения Ньютона и уравнение Максвелла для света. Эйнштейн понимал, что они конфликтуют друг с другом, и одному из них суждено рухнуть. Падение Ньютоновой механики дало толчок великим научным революциям 20-го столетия. Не исключено, что сегодня история повторяется. В физике вновь существуют два столпа. С одной стороны, у нас есть теория очень большого — теория гравитации Эйнштейна, которая дает нам черные дыры, большой взрыв и расширяющуюся Вселенную. С другой стороны, у нас есть теория очень маленького — квантовая теория, которая объясняет поведение элементарных частиц. Проблема в том, что эти теории противоречат друг другу. Они опираются на разные принципы, разную математику и разную философию. Мы надеемся, что следующая Великая Революция объединит два этих столпа. Теория струн. Все началось в 1968 году, когда два молодых физика, Габриэль Венециано и Махико Судзуки, копаясь в математических книгах, наткнулись на странную формулу, которую математик Леонард Эйлер вывел еще в XVIII веке. Эта странная формула, похоже, описывала рассеяние двух элементарных частиц. Как могла абстрактная формула из XVIII века описывать результаты, полученные на современных ускорителях? В физике так не бывает. Позже физики, включая Юйтиру Намбу, Хольгера Нильсона и Леонардо Саскинда, поняли, что эта формула представляет взаимодействие двух струн. Очень быстро ей удалось распространить на целую армию равнений, представляющих рассеяние мультиструн. Между прочим, моя докторская диссертация была посвящена расчету полного набора взаимодействий для произвольного числа струн. Затем исследователи смогли ввести в теорию струн вращающиеся частицы. Теория струн стала чем-то вроде нефтяной скважины, неожиданно выбросившей фонтан новых уравнений. Лично меня это не устраивало, поскольку физика еще со времен Фарадея была представлена полями, содержавшими в сжатой форме огромное количество информации. Теория струн, напротив, представляла собой набор разрозненных уравнений. Нам с коллегой Кейдзи Кикавой тогда удалось перевести всю теорию струн на язык полей, создав то, что называют струнной теорией поля. При помощи наших уравнений можно свести теорию струн в одно уравнение теории поля длиной не больше дюйма. Из потока уравнений начала складываться новая картина. Почему частиц так много? Подобно Пифагору более 2000 лет назад, теория говорила, что каждая музыкальная нота, каждое колебание струны описывает какую-нибудь частицу. Электроны, кварки и частицы Янга-Милса представляют собой не что иное, как разные ноты на одной и той же колеблющейся струне. Особенно интересно в этой теории то, что в нее с необходимостью включается гравитация. Гравитон появляется в ней без каких-либо дополнительных предположений, как одна из низших вибраций струны. Мало того, даже если бы Эйнштейна не существовало, его теорию гравитации можно было бы отыскать, просто поглядев на самую низкую вибрацию все той же струны. Как сказал однажды физик Эдвард Виттон, теория струн необычайно привлекательна, потому что гравитацию она нам просто навязывает. Все известные непротиворечивые струнные теории включают в себя гравитацию, так что если в квантовой теории поля, какой мы ее знаем, гравитация невозможна, то в струнной теории она обязательно. 10 измерений. Но когда теория начала развиваться, в ней стало появляться все больше и больше фантастических, совершенно неожиданных черт. Обнаружилось, например, что она может существовать только в 10 измерениях. Это повергло физиков в настоящий шок, поскольку прежде никто ничего подобного не видел. Обычно теорию можно выразить в любой размерности, какая вам нравится. Мы просто отбрасываем все остальные варианты, потому что живем, со всей очевидностью, в трехмерном мире. Мы можем двигаться только вперед-назад, вправо-влево и вверх-вниз. Если добавить время, то четырех измерений вполне хватит, чтобы определить местонахождение любого события во Вселенной. Если, например, мы хотим встретиться с кем-то на Манхэттене, то достаточно сказать, давай встретимся на углу 5-й авеню и 42-й улицы, на 10-м этаже в полдень. Движение в измерениях сверх этих четырех для нас невозможно, как бы мы ни старались. Мало того, наш мозг не способен даже представить зрительно, каково это двигаться в более высоких измерениях. Поэтому исследования многомерной теории струн проводятся исключительно математически. Но в теории струн размерность пространства-времени имеет фиксированные 10 измерений. В других размерностях теория математически рушится. Я до сих пор помню шок, который испытали физики, когда теория струн вдруг постулировала, что мы живем в десятимерной Вселенной. Большинство физиков увидели в этом доказательство ошибочности теории. Когда Джон Шварц, один из ведущих архитекторов теории струн, сталкивался в лифте Калтеха с Ричардом Фейнманом, тот частенько поддевал его, обращаясь с вопросом «Ну, Джон, в скольких измерениях вы сегодня находитесь?». Тем не менее, с годами физики начали показывать, что все конкурирующие теории страдают фатальными недостатками. Например, многие из них можно было исключить просто потому, что в них квантовые поправки оказывались бесконечными или аномальными, то есть математически противоречивыми. Так что со временем физики начали свыкаться с идеей, что наша Вселенная возможно все-таки десятимерна. Наконец, в 1984 году Джон Шварц и Майкл Грин показали, что теория струн свободна от всех тех проблем, что обрекали на неудачу прочих претендентов на роль единой теории поля. Если теория струн верна, то Вселенная, возможно, изначально была десятимерной. Но такая Вселенная оказалась нестабильной, и шесть измерений из десяти каким-то образом свернулись и стали слишком маленькими, чтобы их можно было увидеть. Из этого следует, что на самом деле наша Вселенная, возможно, десятимерна, но атомы слишком велики, чтобы проникнуть в эти крохотные высшие измерения. Гравитон. Несмотря на все безумие струнной теории, одна ее способность не дает ей сойти со сцены. Она успешно сочетает браком две великие физические теории. Общую теорию относительности и квантовую теорию, и таким образом дарует нам конечную теорию квантовой гравитации. Именно этим объясняется ажиотаж вокруг теории струн. Как уже говорилось, добавляя к КЭД квантовые поправки или частицу Янга-Милса, мы получаем поток расходимости, которые необходимо устранять. Но все это ни к чему не приводит, если мы пытаемся устроить вынужденный брак двух великих теорий природы – теории относительности и квантовой теории. Чтобы применить квантовый принцип гравитации, мы разбиваем ее на энергетические пакеты или кванты, называемые гравитонами. Затем мы рассчитываем столкновение гравитонов друг с другом и с частицами материи, такими как электрон. Но при этом весь набор фокусов, придуманных Фейнманом и Тхоуфтом, не дает результата. Квантовые поправки, вызванные взаимодействием гравитонов с другими гравитонами, расходятся и совершенно не поддаются устранению методами, найденными предыдущими поколениями физиков. Вот здесь-то и происходит следующий акт волшебства. Теория струн в состоянии устранить эти проблематичные расходимости, донимавшие физиков на протяжении почти столетия. И это волшебство вновь реализуется через симметрию. Суперсимметрия. Исторически симметричность уравнений считалась положительным качеством, но рассматривалась как роскошь, в которой не было строгой необходимости. В квантовой теории симметрия становится самым важным свойством физики. При расчете столкновения двух гравитонов ответ получается бесконечным, а значит бессмысленным. Но когда сталкиваются две струны, мы получаем два слагаемых. Одно от бозонов, другое от фермионов. В теории струн два этих слагаемых в точности компенсируют друг друга, помогая создать конечную теорию квантовой гравитации. Как мы установили, при вычислении квантовых поправок к той или иной теории, они нередко получаются расходящимися, то есть бесконечными, или аномальными, то есть нарушающими изначальную симметрию теории. Только в последние десятилетия физики поняли, что симметрия – это не просто приятное свойство теории, а скорее ее центральный компонент. Требования симметричности теории зачастую способны изгнать из нее расходимости и аномалии, присущие несимметричным теориям. Симметрия – меч, при помощи которого физики одолевают драконов, выпущенных на волю квантовыми поправками. Как уже говорилось, Дерак обнаружил, что его уравнение для электрона предсказывает наличие у электрона спина, который представляет собой математическое свойство уравнений, напоминающее обычное вращение, по-английски spin, которое мы наблюдаем в повседневной жизни. Позже физики выяснили, что спином обладают все элементарные частицы, но спин бывает двух типов. В определенных квантовых единицах спин может быть либо целым, таким как 0, 1 или 2, либо полуцелым, таким как 1 вторая, 3 вторых. Частицы с целым спином описывают взаимодействие Вселенной. Они включают в себя фотон и частицу Янга-Милса со спином 1, а также частицу гравитации Гравитон со спином 2. Их называют бозонами, в честь индийского физика Шеттендраната Бозе. Так что можно сказать, что природные взаимодействия переносятся бозонами. Далее существуют частицы, из которых состоит материя Вселенной. Они обладают полуцелым спином, к ним относятся такие частицы, как электроны, нейтрино и кварки, со спином 1 вторая. Эти частицы называются фермионами, в честь Энрика Ферми. Из них можно построить остальные частицы атома, протоны и нейтроны. Так что атомы нашего тела представляют собой наборы фермионов. Существует два типа субатомных частиц. Фермионы – вещество, и бозоны – взаимодействие. К фермионам относятся электрон, кварк, нейтрино и протон. К бозонам – фотон, гравитон и частицы Янга-Милса. Затем Бунзи Сакита и Жан Лужерве продемонстрировали, что теория струн обладает новым типом симметрии, получившим название суперсимметрии. С той поры понятие суперсимметрии было расширено таким образом, что теперь это самая всеобъемлющая симметрия, которую когда-либо обнаруживали в физике. Мы уже подчеркивали, что красота для физика – это симметрия, которая позволяет нам найти связь между различными частицами. Суперсимметрия способна объединить все частицы Вселенной. Как уже говорилось, симметрия позволяет менять местами составные части объекта, сохраняя при этом первоначальный объект неизменным. В данном случае местами меняются частицы в уравнениях. Фермионы встают на место бозонов и наоборот. То, что частицы всей Вселенной могут свободно меняться местами, превращаясь друг в друга, становится центральным свойством теории струн. Это означает, что у каждой частицы есть суперпартнер, называемый С-частицей или суперчастицей. Например, суперпартнера электрона называют с электроном, суперпартнера кварка называют с кварком, суперпартнера лептона, такого как электрон или нейтрино, называют с лептоном. Но в теории струн происходит нечто замечательное. При расчете квантовых поправок теории струн мы имеем две составляющие. Есть квантовые поправки, исходящие от фермионов, а есть исходящие от бозонов. Они чудесным образом одинаковы по величине, но противоположны по знаку. Одно из слагаемых может быть положительным, но одновременно имеется и другое слагаемое, отрицательное. При сложении они компенсируют друг друга, оставляя конечный результат. Физикам не удавалось создать союз теории относительности и квантовой теории почти столетия, но симметрия фермионов и бозонов, называемая суперсимметрией, позволяет взаимно скомпенсировать многие бесконечности. Вскоре физики открыли и другие способы устранения бесконечностей, оставляющие конечный результат. Именно в этом кроются истоки того ажиотажа, что окружает теорию струн. Она способна объединить гравитацию и квантовую теорию. Ни одна другая теория не может претендовать на то же самое. Это, возможно, позволит снятие первоначальное возражение Дерака. Он ненавидел теорию перенормировки, потому что, несмотря на ее фантастические и неоспоримые успехи, в ней предлагалось складывать и вычитать бесконечные по размеру величины. Здесь же мы видим, что теория струн конечна сама по себе, без всякой перенормировки. Это, в свою очередь, вполне может укладываться в картину, предложенную самим Эйнштейном. Он однажды сравнил свою теорию гравитации с мрамором. Она такая же гладкая, элегантная, отполированная. А материя, напротив, больше напоминает древесину. Ствол дерева коряв, хаотичен, групп и не имеет правильной геометрической структуры. Его конечной целью было создание единой теории, которая соединила бы мрамор и древесину, то есть создание теории, целиком сделанной из мрамора. Именно это было мечтой Эйнштейна. Теория струн может завершить эту картину. Суперсимметрия способна превращать мрамор в дерево и наоборот. Мрамор и дерево в ней две стороны одной медали. В этой картине мрамор представлен бозонами, а дерево — фермионами. Хотя экспериментальных свидетельств в пользу существования суперсимметрии в природе у нас нет, она настолько элегантна и красива, что захватила воображение физического сообщества. Стивен Вайнберг однажды сказал, «Хотя симметрии от нас скрыты, мы можем чувствовать, что они неявно присутствуют в природе, управляя всем вокруг». Это самая захватывающая идея из всех, какие я знаю. Природа намного проще, чем она выглядит. Ничто не внушает мне большей надежды на то, что наше поколение реально держит в руках ключ от Вселенной, что еще при нашей жизни мы сможем сказать, почему все видимое в этой огромной Вселенной с галактиками и частицами логически неизбежно. Если обобщить сказанное, то мы теперь видим, что симметрия может быть ключом к объединению всех законов Вселенной. Симметрия создает порядок из хаоса. Из хаоса химических элементов и элементарных частиц периодическая система Менделеева и стандартная модель способны создать порядок, выстроив их аккуратно и симметрично. Симметрия помогает заполнить пробелы. Она позволяет выделять прорехи в теориях и таким образом предсказывать существование новых типов элементов и элементарных частиц. Симметрия объединяет совершенно неожиданные и, казалось бы, никак не связанные друг с другом объекты. Она находит связи между пространством и временем, материей и энергией, электричеством и магнетизмом, пермионами и бозонами. Симметрия раскрывает неожиданные явления. Она предсказала существование таких новых явлений, как антивещество, спин и кварки. Симметрия устраняет нежелательные следствия, способные разрушить теорию. Квантовые поправки часто характеризуются катастрофическими расходимостями и аномалиями, которые можно устранить при помощи симметрии. Симметрия изменяет первоначальную классическую теорию. Квантовые поправки к теории струн настолько строги, что на самом деле меняют первоначальную теорию, фиксируя размерность пространства-времени. Считается, что в начале времен существовало одно единственное супер-взаимодействие, симметрия которого включала в себя все частицы Вселенной. Но ситуация была нестабильна, и симметрия начала нарушаться. Первой отделилась гравитация. Затем за ней последовали сильное и слабое ядерное взаимодействие, оставив лишь электромагнитное взаимодействие. Так что Вселенная сегодня кажется разбитой на части, а все взаимодействия сильно отличаются друг от друга. Задача физиков — заново собрать кусочки в единое взаимодействие. Теория суперструн обладает всеми необходимыми свойствами. Ее симметрия — это суперсимметрия, симметрия бозонов и фермионов. Суперсимметрия, в свою очередь, это самая всеобъемлющая симметрия, когда-либо обнаруженная в физике и способная объединить все известные частицы Вселенной. М-теория. Нам еще предстоит сделать завершающий шаг в создании теории струн, найти ее фундаментальные физические принципы. Дело в том, что мы до сих пор не понимаем, как вывести всю теорию из одного единственного уравнения. В 1995 году теория струн пережила очередную метаморфозу и родилась так называемая М-теория. Проблема первоначальной теории струн заключалась в существовании пяти вариантов квантовой теории гравитации, каждая из которых была конечна и хорошо определена. Все пять струнных теорий выглядели очень похоже, за исключением того, что спины в них были организованы немного по-разному. Возникал вопрос, почему же их пять? Ведь, по мнению большинства физиков, Вселенная должна быть уникальной. Физик Эдвард Виттон обнаружил, что на самом деле существует скрытая одиннадцатимерная теория, получившая название М-теории, в основе которой лежат мембраны, такие как поверхности сфер и бубликов, а не просто струны. Он объяснял существование пятиструнных теорий тем, что превратить одиннадцатимерную мембрану в десятимерную струну можно пятью способами. Иными словами, все пять вариантов теории струн представляли собой различные математические представления одной и той же М-теории. Так что теория струн и М-теория, на самом деле одна и та же теория, за исключением того, что теория струн есть сведение одиннадцатимерной М-теории к десяти измерениям. Но как может одна одиннадцатимерная теория породить пять десятимерных теорий? Представьте себе надувной пляжный мяч. Если выпустить из него воздух, мяч сдуется и станет напоминать сосиску. Если удалить из него остатки воздуха, сосиска превратится в струну. Следовательно, на самом деле струна – это замаскированная мембрана, из которой выпустили воздух. Если взять для начала одиннадцатимерный пляжный мяч, то можно математически показать, что существует пять способов сдуть его, превратив в десятимерную струну. Или вспомните притчу о слепцах, впервые встретивших на своем пути слона. Один из них, ощупав ухо животного, заявил, что слон плоский и двумерный, как веер. Другой, ощупав хвост, пришел к выводу, что слон подобен веревке или одномерной струне. Третий, исследовавший ногу, заключил, что слон представляет собой трехмерный барабан или цилиндр. Но на самом деле, если отойти в сторону и подняться в третье измерение, то можно увидеть слона как трехмерное животное. Точно так же пять разных струнных теорий подобны уху, хвосту и ноге. Но нам еще только предстоит увидеть слона, М-теорию, целиком. Голографическая вселенная. Как мы уже говорили, со временем в теории струн были открыты новые горизонты. Вскоре после того, как в 1995 году была предложена М-теория, в 1997 году Хуан Малдасена сделал еще одно поразительное открытие. Он потряс физическое сообщество, показав то, что когда-то считалось невозможным. Что суперсимметричная теория Янга-Милса, описывающая поведение элементарных частиц в четырех измерениях, дуальна, то есть математически эквивалентна определенной теории струн в десяти измерениях. Это вызвало в мире физики настоящий ажиотаж. К 2015 году вышло десять тысяч статей, в которых авторы ссылались на работу Малдасены, что сделало ее самой влиятельной работой физики высоких энергий. Симметрия и дуальность – родственные, но разные понятия. Симметрия возникает, когда мы переставляем местами компоненты одного уравнения, а само уравнение при этом не меняется. Дуальность возникает, когда мы показываем, что две совершенно разные теории на самом деле математически эквивалентны. Замечательно, что теория струн обладает обоими этими в высшей степени нетривиальными качествами. Как мы видели, в уравнениях Максвелла наблюдается дуальность между электрическим и магнитным полями. Уравнения остаются неизменными, если поменять местами эти два поля, превратив электрические поля в магнитные и наоборот. Это можно увидеть математически, потому что электромагнитные уравнения часто содержат такие члены, как Е в квадрате плюс Б в квадрате, которые остаются неизменными, когда мы поворачиваем эти два поля, превращая их друг в друга, как в теореме Пифагора. Аналогично существует пять струнных теорий в десяти измерениях, которые, как можно доказать, дуальны друг другу, так как на самом деле все они представляют собой единственную одиннадцатимерную М-теорию. Дуальность показывает, что две теории на самом деле представляют собой два аспекта одной и той же теории. Молдосен, однако, показал, что существует и другая дуальность между струнами в десяти измерениях и теорией Янга-Милса в четырех измерениях. Такое развитие событий было совершенно неожиданным, но влекло за собой значительные последствия. Оно означало, что существуют глубокие неожиданные связи между гравитационным и ядерным взаимодействиями, определенными в совершенно разных размерностях. Обычно дуальности обнаруживаются между струнами одинаковой размерности. Представляя слагаемые, описывающие эти струны, например, мы нередко можем заменить одну теорию струн на другую. Это создает целую паутину дуальностей между разными струнными теориями, которые определены в одинаковой размерности. Но дуальность между двумя объектами, определенными в разных размерностях, была событием неслыханным. Это отнюдь не академический вопрос, потому что он имеет далеко идущие последствия в контексте представлений о ядерном взаимодействии. Скажем ранее, мы видели, что наилучшее описание ядерного взаимодействия дает нам калибровочная теория в четырех измерениях, представленная полем Янга-Милса. Но никому так и не удалось найти ни одного точного решения для поля Янга-Милса. Но поскольку калибровочная теория в четырех измерениях может быть дуальной теорией струн в десяти измерениях, это означает, что ключом к ядерному взаимодействию может быть теория квантовой гравитации. Это стало откровением, поскольку означало, что фундаментальные свойства ядерного взаимодействия, например масса протона, возможно лучше всего описываются теорией струн. Это породило среди физиков своеобразный кризис идентичности. Те, кто работает исключительно в области ядерного взаимодействия, все свое время посвящают исследованию трехмерных объектов, таких как протоны и нейтроны, и нередко посмеиваются над физиками, которые занимаются теоретическими рассуждениями в более высоких размерностях. Но с учетом новой дуальности между теорией гравитации и калибровочной теорией, они вдруг обнаружили, что пытаются разузнать все, что можно о десятимерной теории струн, в которой возможно кроется ключ к пониманию ядерного взаимодействия в четырех измерениях. Эта странная дуальность привела к еще одному неожиданному открытию, получившему название голографического принципа. Голограмма — это двумерный лист пластика, содержащий особым образом зашифрованное изображение трехмерных объектов. Если направить на такой плоский экран лазерный луч, то над ним возникает трехмерный образ. Иными словами, вся информация, необходимая для создания трехмерного образа, закодирована и нанесена на плоский двумерный экран при помощи лазеров. Примерно так R2D2 из «Звездных войн» проецировал образ принцессы Леи, и также создаются дома с привидениями в Диснейленде, где вокруг вас скользят трехмерные призраки. Этот принцип справедлив и для черных дыр. Как мы видели ранее, если бросить в черную дыру энциклопедию, то, согласно квантовой механике, содержащаяся в книге информация не может исчезнуть. Так куда же она девается? Одна теория постулирует, что она распределяется по поверхности горизонта событий черной дыры. Так что двумерная поверхность черной дыры содержит полную информацию обо всех трехмерных объектах, которые попали внутрь. Из этого тоже вытекают далеко идущие выводы для нашей концепции реальности. Мы уверены, что представляем собой трехмерные объекты, способные передвигаться в пространстве и описываемые тремя числами, длиной, шириной и высотой. Но это, возможно, иллюзия. Возможно, все мы живем в голограмме. Может быть, тот трехмерный мир, который мы воспринимаем, всего лишь тень реального мира, который на самом деле является десяти или одиннадцатимерным. Перемечаясь в трех пространственных измерениях, мы воспринимаем таким образом движение нашего реального я в десяти или одиннадцати измерениях. Когда мы идем по улице, наша тень следует за нами и движется подобно нам, за исключением того, что она существует в двух измерениях. Аналогично и мы сами, возможно, представляем тени, движущиеся в трех измерениях, но наши настоящие я при этом двигаются в десяти или одиннадцати измерениях. Короче говоря, мы видим, что со временем теория струн приносит новые, совершенно неожиданные результаты. Это означает, что мы до сих пор по-настоящему не понимаем фундаментальные принципы, которые за ней стоят. Вполне возможно, что надо говорить вовсе не о струнах, поскольку при формулировании теории в одиннадцати измерениях струны могут быть описаны как мембраны. Вот почему пока рано тестировать теорию струн экспериментально. Когда нам удастся раскрыть истинные принципы, стоящие за ней, мы, возможно, найдем способ ее проверить. Тогда мы сможем сказать определенно раз и навсегда, что такое теория струн, теория всего или теория ничего. Проверка теории. Несмотря на теоретические успехи теории струн, в ней по-прежнему хватает слабых мест. Любая теория с такими грандиозными заявками, как у теории струн, естественным образом привлекает внимание целой армии критиков. Приходится постоянно напоминать себе слова Карла Сагана, который сказал, что чрезвычайные заявления требуют чрезвычайных доказательств. Мне вспоминаются также слова Вольфганга Паули, который умел мастерски осадить человека. Слушая чье-нибудь выступление, он мог запросто сказать, «То, что вы рассказали, было настолько путано, что невозможно понять, чепуха это или нет». Он также любил говорить, «Я не против того, что вы медленно думаете, но меня совершенно не устраивает то, что вы публикуетесь быстрее, чем думаете». Если бы он был жив, то вполне мог бы адресовать эти слова и теории струн. Идет настолько жаркий спор, что лучшие умы физики разделились надвое по этому вопросу. Подобного раскола наука не видела со времен шестого Сальвеевского конгресса 1930 года, на котором Эйнштейн и Бор сцепились друг с другом по вопросу квантовой теории. Нобелевские лауреаты тоже заняли противоположные позиции. Шелдон Глэшоу написал, «За годы напряженной работы десятков лучших и умнейших не получено ни одного проверяемого предсказания. Да и в ближайшее время вряд ли стоит их ожидать». Герард Тхоофт пошел еще дальше, заявив, что интерес, окружающий теорию струн, можно сравнить с американскими телесериалами, то есть сплошная реклама и шумиха, и ничего по существу. Другие, наоборот, превозносят достоинства теории струн. Дэвид Гросс написал, «Эйнштейн был бы доволен, по крайней мере, целью, если не реализацией. Ему бы понравился тот факт, что в основе здесь лежит геометрический принцип, который мы, увы, по-настоящему пока не понимаем». Стивен Вайнберг сравнил историю развития теории струн с историей поиска Северного полюса. На древних картах Земли, в том месте, где должен был находиться Северный полюс, изображалась громадная бездонная дыра, но никто и никогда на самом деле ее не видел. В любой точке Земли компасы указывали на это мифическое место. Но все попытки отыскать пресловутый Северный полюс заканчивались неудачей. В глубине души древние моряки понимали, что какой-то Северный полюс должен существовать, но доказать это никто не мог. Некоторые сомневались даже в его существовании. Однако в 1909 году, после долгих столетий догадок и домыслов, Роберт Пири добрался, наконец, до настоящего Северного полюса. Критик теории струн Глэшоу признал, что в этом споре он находится в меньшинстве. Однажды он заметил, «Я окажусь самому себе динозавром в мире выскочек млекопитающих». Критика теории струн Против теории струн выдвигаются несколько основных возражений. Ее критики утверждают, что эта теория сплошной хайп, что красота сама по себе ненадежный проводник физики, что теория предсказывает слишком много вселенных и самое главное, что она непроверяема. Великого астронома Кеплера однажды подкупила сила красоты. Он влюбился в теорию, согласно которой солнечная система напоминала коллекцию правильных многогранников, вставленных один в другой. Столетия назад греки насчитывали пять таких многогранников. Это куб, пирамида и тому подобные. Кеплер заметил, что вставляя последовательно эти многогранники один в другой, наподобие матрешки, можно воспроизвести некоторые детали солнечной системы. Идея была красивая, но оказалась совершенно неверной. Не так давно ряд физиков раскритиковали теорию струн на том основании, что красота — обманчивый критерий физики. То, что теория струн обладает блестящими математическими свойствами, не означает само по себе, что она содержит хотя бы крупицу истины. Они справедливо указывали, что красивые теории иногда заводят в тупик. Однако поэты часто цитируют стихотворение «Ода греческой вази» Джона Китца. «В прекрасном правда, в правде красота, вот знание земного, смысл и суть». Поль Дирак, безусловно, следовал этому принципу, когда писал, научный работник в своих попытках выразить фундаментальные законы природы в математической форме должен стремиться главным образом к математической красоте. Мало того, по его словам, он открыл свою знаменитую теорию электрона, не копаясь в данных, а играя с математическими формулами. Но каким бы мощным фактором в физике не была красота, она, безусловно, может увести с истинного пути. Как писала физик Сабина Хосенфельдер, красивые теории опровергались сотнями. Теории о единых взаимодействиях, о новых частицах, о дополнительных симметриях и других вселенных. Все эти теории были неверны, неверны, неверны. Ясно, что полагаться на красоту не лучшая стратегия. Критики утверждают, что теория струн красива математически, но это, возможно, не имеет никакого отношения к физической реальности. В подобном замечании есть своя правда, но следует понимать, что отдельные аспекты теории струн, такие как суперсимметрия, нельзя назвать бесполезными для физики. Хотя доказательств существования суперсимметрии до сих пор не найдено, доказано, что она необходима для устранения многих дефектов в рамках квантовой теории. Взаимно компенсируя бозоны и фермионы, суперсимметрия позволяет нам решить давнюю проблему, устранить расходимости, которыми грешит теория квантовой гравитации. Не каждая красивая теория применима физике, но все без исключения существующие фундаментальные физические теории обладают какой-нибудь встроенной красотой или симметрией. Можно ли ее проверить? Главная претензия к теории струн заключается в том, что она не поддается проверке. Энергия, которой обладают гравитоны, называется планковской энергией, и она в квадриллион раз больше энергии, которую можно получить в большом адронном коллайдере. Представьте себе попытку построить бак в квадриллион раз больше нынешнего. Для непосредственной проверки теории нам, вероятно, потребовался бы ускоритель частиц размером с галактику. Более того, каждое решение струнной теории — это целая Вселенная. А решений, судя по всему, существует бесконечное множество. Для непосредственной проверки нашей теории потребовалось бы создавать в лаборатории новые Вселенные. Иными словами, только Бог может проверить эту теорию непосредственно, поскольку в основе ее лежат Вселенные, а не просто атомы или молекулы. Так что поначалу кажется, что теория струн не обладает обязательным для любой теории качеством, проверяемостью. Но ее сторонников это не смущает. Как мы установили, наука в большинстве случаев пользуется косвенными методами. Она идет путем изучения эха от Солнца, от Большого Взрыва и тому подобного. Мы, например, ищем эха десятого и одиннадцатого измерений. Возможно, скрытые доказательства теории струн есть повсюду вокруг нас, но нам следует прислушиваться к ее эху, а не пытаться наблюдать непосредственно. Один из возможных сигналов из гиперпространства – существование темной материи. До недавнего времени считалось, что наша Вселенная состоит в основном из атомов. Астрономы были поражены, когда обнаружилось, что атомы, такие как водород и гелий, составляют всего 4,9% массы Вселенной. На самом деле, подавляющая часть Вселенной скрыта от нас и существует в виде темной материи и темной энергии. Напоминаю, что темная материя и темная энергия – это не одно и то же. Во Вселенной 26,8% массы приходится на темную материю, невидимое вещество, которое окружает галактике и не дает им разлететься на кусочки. А 68,3% Вселенной составляет темная энергия, которая еще более загадочна. Это энергия пустого пространства, которая расталкивает галактики и заставляет их разбегаться. Возможно, доказательство теории всего скрыто именно в этой невидимой Вселенной. Поисках темной материи. Темная материя странна и невидима, но именно она удерживает галактику Млечный Путь в целости и не дает составляющим ее звездам разлететься в разные стороны. Поскольку темная материя обладает массой, но не имеет заряда, если бы вы попытались взять ее в руку, она бы прошла сквозь пальцы, будто их не существует, упала бы вниз прямо сквозь пол, сквозь Землю и вышла бы с другой стороны, где гравитация постепенно заставила бы ее сменить направление движения и вернуться обратно туда, где вы находитесь. Так она и летала бы от вас к другой стороне Земли обратно, не замечая при этом, собственно, самой Земли. Какой бы странной ни была темная материя, мы знаем, что она должна существовать. Если проанализировать вращение галактики Млечный Путь и применить законы Ньютона, то выяснится, что в ней недостаточно массы, чтобы противостоять центробежной силе. При тех массах, которые мы наблюдаем, галактики во Вселенной должны быть нестабильными и, по идее, рассыпаться, однако они не рассыпаются уже миллиарды лет. Так что у нас два варианта. Либо уравнения Ньютона не верны в применении галактикам, либо существует невидимый объект, который позволяет галактикам сохранять целостность. Вспомним, что планета Нептун была обнаружена именно таким способом. Существование новой планеты было постулировано для объяснения отклонений орбиты Урана от теоретических предсказаний. В настоящее время в качестве одного из ведущих кандидатов на роль темной материи выступают так называемые слабо взаимодействующие массивные частицы. Вероятным примером такой частицы является фатина, суперсимметричный партнер фотона. Фатина стабилен, обладает массой, невидимо и не имеет заряда, что точно соответствует характеристикам темной материи. Физики считают, что Земля движется в невидимом потоке темной материи, который, вероятно, пронизывает в данный момент ваше тело. При столкновении с протоном, фатина способен вызвать распад протона на ливень элементарных частиц, которые можно зарегистрировать. Уже сегодня существуют громадные детекторы размером с бассейн, с огромным количеством жидкостей, содержащих ксенон и аргон, которые однажды, может быть, поймают вспышку, порожденную столкновением с участием фатина. Около 20 групп занимаются активным поиском темной материи, часто глубоко под землей, в шахтах, подальше от мешающих столкновений с космическими лучами. Не исключено, что столкновение с участием темной материи удастся зарегистрировать нашими инструментами. Как только такое произойдет, физики начнут изучать свойства частиц темной материи, а затем сравнивать их с предсказанными свойствами фатина. Если окажется, что предсказания теории струн соответствуют экспериментальным результатам по темной материи, это станет серьезным аргументом в пользу того, что физики на верном пути. Другая возможность — это получение фатина на ускорителях частиц следующего поколения, строительство которых сейчас обсуждается. После Бака. Японцы рассматривают возможность финансирования международного линейного коллайдера, в котором пучок электронов будет выстреливаться вдоль прямой трубки и сталкиваться со встречным пучком антиэлектронов. При положительном решении установка должна быть построена за 12 лет. Преимущество подобного коллайдера в том, что в нем используются электроны, а не протоны. Протоны состоят из трех кварков, удерживаемых вместе глюонами, поэтому столкновения протонов всегда получаются очень грязными и порождают настоящий ливень лишних частиц. Электрон, напротив, представляет собой действительно элементарную частицу, так что столкновение его с антиэлектроном получается намного чище и требует намного меньше энергии. В результате, при энергии всего лишь в 250 миллиардов электрон-вольт, такие столкновения должны порождать бозоны Хиггса. Китайцы выразили интерес к строительству кругового электрон-позитронного коллайдера. Работы по его созданию должны начаться ориентировочно в 2022 году и завершиться около 2030 года. Обойдется такой коллайдер 5-6 миллиардов долларов. В этом устройстве окруженностью 100 километров можно будет достичь энергии в 240 миллиардов электрон-вольт. Физики в Церне, стремясь не отстать от коллег, планируют создание преемника бака под названием круговой коллайдер будущего. Со временем на нем предполагается получить энергию 100 триллионов электрон-вольт. Его окружность составит тоже около 100 километров. Пока не ясно, будут ли эти ускорители когда-нибудь построены. Но все это означает, что есть надежда обнаружить темную материю на ускорителях следующего поколения после большого адронного коллайдера. В случае обнаружения частиц темной материи, их характеристики можно будет сравнить с предсказаниями теории струн. Еще одно предсказание теории струн, которое возможно удастся проверить при помощи этих ускорителей, это существование миниатюрных черных дыр. Поскольку теория струн это теория всего, она включает в себя как гравитацию, так и элементарные частицы, так что физики ожидают найти в ускорителе крохотные черные дыры. Эти миниатюрные черные дыры, в отличие от звездных, безобидны и обладают энергией крохотных элементарных частиц, а не умирающих звезд. В действительности Земля постоянно подвергается бомбардировки космическими лучами, гораздо более мощными, чем все, что способны выдать эти ускорители, причем без всякого вредного эффекта. Большой взрыв как ускоритель ядерных частиц. Еще есть надежда, что нам удастся использовать в исследованиях величайший ускоритель всех времен, сам большой взрыв. Излучение большого взрыва может дать ключ к разгадке тайны темной материи и темной энергии. Прежде всего эхо или остаточное свечение большого взрыва легко детектируется. Наши спутники умеют регистрировать это излучение с огромной точностью. Фотографии показывают, что фоновое микроволновое излучение замечательно гладкое и нарушается лишь мелкой рябью. Эта рябь, в свою очередь, отражает крохотные квантовые флуктуации, существовавшие в момент большого взрыва и затем усиленные им. Вопрос, однако, вызывает то, что в этом реликтовом излучении присутствуют неправильности или пятна, которые мы не в состоянии объяснить. Высказываются предположения, что это следы столкновений с другими вселенными. В частности, существует холодное пятно, необычно холодное, отметено на однородном в остальном фоновом излучении, которое, по предположениям некоторых физиков, может оказаться остатком какой-то связи или столкновения нашей вселенной с какой-то другой параллельной вселенной, произошедшего в начале времен. Если выяснится, что эти странные отметины действительно являются следами взаимодействия нашей вселенной с параллельными вселенными, то теория мультивселенной, возможно, покажется скептиком более правдоподобной. Уже существуют планы разместить детекторы гравитационных волн в космосе, что позволит уточнить расчеты. Лиса. Еще в 1916 году Эйнштейн показал, что гравитация распространяется в виде волн. Подобно тому, как расходятся концентрические круги от брошенного в пруд камня, пучности гравитации должны расходиться в пространстве со скоростью света. Однако они, по предположению Эйнштейна, настолько слабы, что обнаружить их вряд ли удастся в обозримом будущем. Он оказался прав. Только в 2016 году, через сто лет после его предсказания, ученым впервые удалось зарегистрировать гравитационные волны. Громадные детекторы уловили сигналы от двух черных дыр, столкнувшихся в пространстве около миллиарда лет назад. Каждый из этих детекторов, построенных в штатах Луизиана и Вашингтон, занимает территорию площадью в несколько квадратных километров. По форме они напоминают букву L, вдоль каждого плеча которой направлены лазерные лучи. Встречаясь в основании буквы, два луча образуют интерференционную картину, которая настолько чувствительна к вибрациям, что смогла уловить следы столкновения черных дыр. За свою новаторскую работу трое физиков Райнер Вайс, Кип Торн и Барри Бариш получили в 2017 году Нобелевскую премию. Чтобы добиться еще большей чувствительности, есть планы отправить детекторы гравитационных волн в открытый космос. Новая система, известная как космическая антенна для лазерной интерферометрии, ЛИСА, Laser Interferometry Space Antenna, сумеет, возможно, уловить вибрации, возникшие в момент самого большого взрыва. Один из вариантов ЛИСА состоит из трех спутников в космосе, связанных друг с другом сетью лазерных лучей. Каждая сторона треугольника составит около 2,5 миллионов километров. Когда гравитационная волна большого взрыва попадет на детектор, она вызовет небольшие колебания лазерных лучей, которые можно будет измерить при помощи чувствительных приборов. Конечная цель этой программы записать ударные волны большого взрыва, а затем прогнать пленку задом наперед, чтобы получить наилучшее возможное представление об излучении до большого взрыва. Волны, существовавшие до большого взрыва, затем нужно будет сравнить с тем, что предсказывает разные варианты теории струн. Это, возможно, позволит получить численные данные о мультивселенной до большого взрыва. Не исключено, что при помощи еще более совершенных устройств, чем ЛИСА, ученые смогут получить детские фото нашей вселенной и даже найти свидетельство той пуповины, что связывало нашу новорожденную вселенную с материнской вселенной. Проверка обратно квадратичной зависимости. Еще один распространенный аргумент против теории струн связан с тем, что в соответствии с ней мы фактически живем в 10 или 11 измерениях, однако экспериментальных подтверждений этому нет. Но этот аспект на самом деле, возможно, удастся проверить при помощи уже имеющихся инструментов. Если наша Вселенная трехмерная, то сила тяготения объектов снижается обратно пропорционально квадрату, разделяющего их расстояние. Этот знаменитый закон Ньютона ведет наши космические зонды сквозь пространство на миллиарды километров, захватывающей дух точностью. Так что мы, если бы захотели, вполне могли бы провести аппараты через кольца Сатурна. Но знаменитый закон обратных квадратов Ньютона проверяется только на астрономических расстояниях, а не в лаборатории. Тот факт, что сила тяготения на малых расстояниях не подчиняется обратно квадратичному закону, может свидетельствовать о наличии высших измерений. Например, если бы Вселенная имела 4 пространственных измерения, то гравитация должна была бы убывать пропорционально кубу расстояния. Если бы Вселенная имела Н пространственных измерений, то гравитация должна была бы убывать пропорционально Н-1 степени расстояния между объектами. Однако в лаборатории сила тяготения между двумя объектами измеряется чрезвычайно редко. Такие эксперименты сложны, поскольку гравитационные силы в лаборатории очень малы. Но в Колорадо уже проведены первые измерения и получены отрицательные результаты, то есть обратно квадратичная зависимость Ньютона по-прежнему выполняется. Но это означает лишь, что дополнительных измерений нет в Колорадо. Проблема ландшафта. Для теоретика все эти критические замечания неприятны, но не фатальны. Что действительно создает проблемы для теоретика, так это предсказание существования мультивселенной из параллельных вселенных, многие из которых куда более безумны, чем все, что может предложить воображение какого-нибудь голливудского сценариста. Теория струн имеет бесконечное множество решений, каждая из которых описывает конечную теорию гравитации, совершенно не похожую на ту, что есть в нашей Вселенной. Во многих из этих параллельных вселенных протон нестабилен, так что вся материя распадается, превращаясь в огромное облако электронов и нейтрино. В таких вселенных сложная материя, такая, какой мы ее знаем, атомы и молекулы, не может существовать. Они содержат только газ из элементарных частиц. Кто-то может возразить, что эти альтернативные вселенные представляют собой всего лишь математическую возможность, что они нереальны. Но проблема в том, что наша теория не имеет предсказательной силы, поскольку она не может сказать, которая из этих альтернативных вселенных реальна. На самом деле эта проблема присуща не только теории струн. Например, сколько существует решений для уравнения Ньютона или Максвелла? Их число бесконечное, зависит от того, что вы изучаете. Если начать с лампочки или лазера и решить уравнение Максвелла, то для каждого из этих приборов найдется единственное решение. Но в целом теории Максвелла и Ньютона тоже имеют бесконечное число решений в зависимости от начальных условий, то есть мы возвращаемся к той же ситуации, с которой начали. Скорее всего, эта проблема характерна для любой теории всего. Любая теория всего будет иметь бесконечное число решений, зависящих от начальных условий. Но как определить начальные условия всей вселенной? Это означает, что придется вводить условия большого взрыва извне, вручную. Многим физикам это представляется каким-то жульничеством. В идеале хотелось бы, чтобы теория сама сообщила нам условия, приведшие к большому взрыву, включая температуру, плотность и состав в начале большого взрыва. Теория всего должна сама по себе содержать свои начальные условия. Иными словами, мы хотели бы получить однозначное и точное предсказание для начала вселенной. А теория струн предлагает ошеломляющее богатство выбора. Может ли она предсказать нашу вселенную? Да, может. Это сильное утверждение и цель физиков на протяжении уже почти столетия. Но может ли она предсказать всего одну вселенную? Вероятно, нет. Это и называется проблемой ландшафта. У этой проблемы существует несколько возможных решений, ни одно из которых не находит широкого признания. Первое – это антропный принцип, который гласит, что наша вселенная особенная, поскольку в ней есть мы, существа, обладающие сознанием и способные обсуждать этот вопрос. Иными словами, вселенных может существовать сколько угодно, но наша вселенная – та условия, в которой делают разумную жизнь возможной. Начальные условия Большого Взрыва зафиксированы в начале времен таким образом, чтобы разумная жизнь могла сегодня существовать. Другие вселенные, возможно, не имеют самосознающей жизни. Я ясно помню свое первое знакомство с этой концепцией во втором классе школы. Учитель сказал нам, что Бог так любил Землю, что поместил ее на правильном расстоянии от Солнца, не слишком близко, чтобы океаны не вскипели, и не слишком далеко, чтобы океаны не замерзли. Даже тогда ребенком я был ошеломлен этими рассуждениями, потому что в них при помощи чистой логики определялась природа Вселенной. Но сегодня спутники открыли уже 4000 планет, обращающихся вокруг других звезд. Как ни печально, большинство из них располагается либо слишком близко, либо слишком далеко от своей звезды, чтобы поддерживать жизнь. Так что рассуждения моего учителя можно рассматривать двояко. Возможно, действительно существует любящий Бог, а возможно, существуют тысячи мертвых планет, расположенных слишком близко или слишком далеко, а мы с вами живем на той, что в самый раз подходит для поддержания разумной жизни представители которой могут спорить о подобных вопросах. Аналогично можно допустить, что мы существуем в океане мертвых Вселенных, а наша Вселенная особая только потому, что мы в ней есть и можем обсуждать этот вопрос. Помимо прочего, антропный принцип позволяет объяснить еще один любопытный экспериментально подтвержденный факт о нашей Вселенной. То, что фундаментальные физические константы в ней точно настроены на создание условий существования жизни. Как писал физик Фримен Дайсон, Вселенная, похоже, знала, что мы должны в ней появиться. Так, если бы ядерное взаимодействие было чуть слабее, Солнце никогда не вспыхнуло бы, и Солнечная система осталась бы темной. Точнее, Солнечная система не появилась бы. Если бы сильное ядерное взаимодействие было чуть сильнее, Солнце выгорело бы миллиарды лет назад. Так что ядерное взаимодействие настроено очень точно. Аналогично, будь гравитация чуть слабее, большой взрыв, возможно, завершился бы большим замерзанием, появлением мертвой, холодной и расширяющейся Вселенной. Будь она чуть сильнее, мы, возможно, кончили бы большим сжатием, и вся жизнь выгорела бы. Однако наша гравитация ровно такая, какой должна быть, чтобы позволить звездам и планетам сформироваться и просуществовать достаточно долго для появления жизни. Можно составить целый список этих случайностей, которые делают жизнь возможной. И каждый раз мы оказываемся в центре так называемой зоны златовласки, или зоны обитаемости. Так что Вселенная — это гигантская лотерея, и мы выиграли джекпот. Но согласно теории мультивселенной, это означает, что мы сосуществуем с громадным количеством мертвых Вселенных. Не исключено, что антропный принцип действительно может выделить нашу Вселенную из миллионов существующих в ландшафте Вселенных, поскольку в ней имеется разумная жизнь. Мой собственный взгляд на теорию струн. Я работаю над теорией струн с 1968 года, так что у меня имеется на ее счет собственное мнение. Как ни крути, эту теорию в окончательном виде еще только предстоит сформулировать. Так что сравнивать теорию струн и нынешнюю Вселенную пока рано. Одна из особенностей теории струн состоит в том, что она развивается задом наперед, открывая по пути новую математику и новые концепции. Примерно каждое десятилетие в теории струн случается откровение, меняющее наше представление о ее природе. Я был свидетелем трех таких революций, но тем не менее нам только предстоит представить теорию струн в ее полном виде. Мы пока не знаем ее окончательных фундаментальных принципов. Только после их появления можно сравнивать теорию с результатами эксперимента. Открытие пирамиды. Мне нравится сравнивать исследования теории струн с поисками сокровищ в египетской пустыне. Представьте, что в один прекрасный день вы спотыкаетесь о маленький камешек, торчащий из песка в пустыне. Вы сметаете с камня песок и начинаете понимать, что на самом деле это верхушка гигантской пирамиды. После многолетних раскопок вы находите в ней странные помещения и предметы искусства. На каждом этаже обнаруживаются новые сюрпризы. Наконец, раскопав множество этажей, вы добираетесь до последней двери и уже готовы открыть ее, чтобы выяснить, кто построил эту пирамиду. Лично я считаю, что мы еще не добрались до нижнего этажа. Поскольку всякий раз при анализе теории в ней открываются все новые математические слои. Нам предстоит раскопать еще не один слой, прежде чем мы сможем сформулировать теорию струн в ее окончательном виде. Иными словами, теория умнее нас. Теорию струн можно выразить с помощью струнной теории поля одним уравнением длиной около дюйма. Но в десяти измерениях нам потребуется уже пять таких уравнений. Если теорию струн можно выразить в виде теории поля, то для М-теории это по-прежнему невозможно. Впрочем, все же есть надежда, что когда-нибудь в физике найдут одно единственное уравнение, которое выразит М-теорию. Широко известно, что мембрану, которая способна колебаться множеством способов, очень трудно выразить в форме теории поля. Как следствие, М-теория состоит из десятков разрозненных уравнений, которые волшебным образом описывают одну и ту же теорию. Если мы сумеем записать М-теорию в виде теории поля, то, по идее, она полностью должна выводиться из одного единственного уравнения. Никто не в состоянии предсказать, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Но публика, которая видит хайп и суету вокруг теории струн и отсутствие понятного результата, начинает проявлять нетерпение. Даже в кругу физиков, специалистов по теории струн, заметен пессимизм в отношении ее перспектив. Как выразился однажды нобелевский лауреат Дэвид Гросс, теория струн подобна вершине горы. Когда альпинисты восходят на гору, ее вершина все время хорошо видна, но, кажется, отступает по мере приближения к ней. Цель дразняще близка, но неизменно ускользает от вас. На мой взгляд, это естественно, поскольку никто не знает, когда суперсимметрию удастся обнаружить в лаборатории и удастся ли вообще, но на ситуацию нужно смотреть под определенным углом. Суждение о верности или неверности теории должно опираться на конкретные результаты, а не на субъективные желания физиков. Конечно, хотелось бы надеяться, что наши любимые теории найдут подтверждение еще при нашей жизни. Это глубоко человеческое желание, но иногда природа придерживается собственного расписания. Атомистическая теория, например, нашла реальное подтверждение через две тысячи лет, и лишь недавно у ученых появилась возможность получать реалистичное изображение отдельных атомов. Даже великим теориям Ньютона и Эйнштейна потребовались десятилетия на то, чтобы многие их предсказания были полностью проверены и подтверждены. Существование черных дыр Джон Митчелл предсказал в 1783 году, но только в 2019 году астрономы получили первые убедительные изображения их горизонта событий. Лично я убежден, что пессимизм многих ученых может оказаться ошибочным, и доказательства нашей теории будут найдены не в каких-то гигантских ускорителях частиц, а тогда, когда кто-то сумеет найти для теории окончательную математическую формулировку. Дело в том, что нам, возможно, вовсе не нужны экспериментальные доказательства теории струн. Теория всего — это ведь теория обычных вещей в том числе. Если мы сможем вывести массу кварков и других известных элементарных частиц из фундаментальных принципов теории, это может стать убедительным доказательством того, что она и есть окончательная теория всего. Проблема вовсе не в экспериментальных успехах. В стандартной модели, как известно, имеется порядка 20 свободных параметров, которые вводятся вручную, такие как масса кварков и сила их взаимодействия. У нас много экспериментальных данных о массах и взаимодействиях элементарных частиц. Если теория струн позволит точно рассчитать эти фундаментальные константы на базе основных принципов без всяких предварительных предположений, то это, на мой взгляд, докажет ее корректность. Это стало бы поистине историческим событием, если бы известные параметры Вселенной удалось получить из одного единственного уравнения. Но после получения этого уравнения длиной в один дюйм, что мы будем с ним делать? Как нам уйти от проблемы ландшафта? Один из вариантов предполагает, что многие из этих Вселенных нестабильны и распадаясь сходятся к нашей знакомой Вселенной. Вспомним, что вакуум это нескучная невразительная пустота, что на самом деле он постоянно кипит пузырями Вселенными, которые возникают и исчезают, как пузырьки в пенной ванне. Хокинг называл это пространственно-временной пеной. Большая часть этих крохотных пузырьков Вселенных нестабильна, они внезапно рождаются из вакуума и столь же внезапно исчезают. Когда окончательная формулировка теории будет наконец найдена, возможно удастся показать, что большинство альтернативных Вселенных нестабильны и распадаются до нашей Вселенной. Например, естественный масштаб времени для этих пузырьковых Вселенных это планковское время, равное 10 в минус 43 секунд, невероятно короткий промежуток. Большинство Вселенных живет только этот краткий миг. Возраст же нашей Вселенной составляет 13,8 миллиарда лет, что чудовищно больше времени жизни большинства Вселенных в этом описании. Иными словами, возможно наша Вселенная особая и выделяется в бесконечном множестве Вселенных, составляющих ландшафт. Она пережила их все, именно поэтому мы с вами сегодня здесь и можем обсуждать этот вопрос. Но что делать, если окончательное уравнение окажется настолько сложным, что его не удастся решить вручную? Тогда невозможно будет показать, что наша Вселенная особая и выделяется среди Вселенных, присутствующих в ландшафте. В данный момент, мне кажется, нам нужно будет прибегнуть к помощи компьютера. Именно такой путь был выбран в случае теории кварка. Вспомним, что частица Янга-Милса действует как клей, связывающий кварки в протон. Но за полвека никто не смог строго доказать это математически. Мало того, многие физики практически оставили надежду на то, что эта задача будет когда-нибудь решена. Однако с уравнениями Янга-Милса справился компьютер. Это удалось сделать путем аппроксимации пространства времени как последовательности узлов решетки. В нормальных условиях мы представляем себе пространство-время в виде гладкой поверхности с бесконечным числом точек. При движении объекты проходят через эту бесконечную последовательность. Но мы можем аппроксимировать эту гладкую поверхность решеткой или сеткой вроде неплотной ткани. Если делать расстояние между узлами решетки все меньше и меньше, решетка превратится в обычное пространство-время и начнет проявляться окончательная теория. Как только будет получено окончательное уравнение для М-теории, мы сможем наложить ее на решетку и провести вычисление на компьютере. При таком сценарии на выходе суперкомпьютера мы увидим нашу вселенную. Однако мне вспоминается фантастический роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике», где строится гигантский суперкомпьютер, задача которого — найти смысл жизни. После целой вечности вычислений этот компьютер приходит к выводу, что смысл Вселенной — 42. Так что не исключено, что следующее поколение ускорителей частиц или детектор частиц глубоко в шахте или детектор гравитационных волн в дальнем космосе найдет экспериментальное доказательство теории струн. А если этого не случится, то возможно какому-нибудь изобретательному физику хватит упорства и проницательности, чтобы найти окончательную математическую формулировку теории всего. Только тогда мы сможем сравнить ее с экспериментом. По всей видимости, физиков ожидает еще немало неожиданных поворотов. Однако я уверен, что со временем мы сумеем найти теорию всего. Но следующий вопрос таков — откуда взялась теория струн? Если в ней есть великий замысел, то был ли у нее творец? Если да, то имеет ли Вселенная цель и смысл? Мы видели, как овладение четырьмя фундаментальными взаимодействиями не только открыло многие тайны природы, но и дало старт великим научным революциям, изменившим судьбу самой цивилизации. Сформулировав законы движения и гравитации, Ньютон заложил основу для промышленной революции. Когда Фарадей и Максвелл открыли единство электрического и магнитного взаимодействий, это дало старт электрической революции. Когда Эйнштейн и квантовые физики открыли вероятностную и релятивистскую природу реальности, это стало началом сегодняшней революции высоких технологий. Но теперь мы, возможно, приближаемся к теории всего, которое объединит все четыре фундаментальных взаимодействия. Предположим на мгновение, что мы получили наконец эту теорию. Предположим, что она уже строго проверена и признана всеми учеными мира. Как это скажется на нашей жизни, мышлении и представлении о Вселенной? Если говорить о непосредственном влиянии на нашу повседневную жизнь, то оно скорее всего будет минимальным. Каждое решение теории всего — это целая Вселенная. Поэтому энергия, при которой теория становится релевантной, — это планковская энергия, в квадриллион раз превышающая энергию, получаемую в большом адронном коллайдере. Энергетический масштаб теории всего соответствует рождению Вселенной и загадкам черных дыр, а не вашим и моим делам. Реальное влияние этой теории на нашу жизнь, наверное, будет философским. Поскольку она должна ответить на глубокие философские вопросы, которые мучили не одно поколение великих мыслителей. Возможно ли путешествие во времени? Что происходило до сотворения мира? И откуда взялась Вселенная? Как сказал в 1863 году великий биолог Томас Гексли, вопрос вопросов для человечества, проблема, лежащая в основе всех остальных проблем и более интересная, чем любая из них, состоит в том, чтобы определить место человека в природе и его связь с космосом. Но это по-прежнему оставляет открытым вопрос, что может сказать теория всего о смысле Вселенной. Секретарь Эйнштейна Эллен Дюкас однажды обмолвилась, что Эйнштейн просто утопал в потоке писем с просьбами объяснить смысл жизни и вопросом, верит ли он в Бога. Он говорил, что не в силах ответить на все эти вопросы о смысле Вселенной. Вопросы о смысле Вселенной и существовании Творца и сегодня занимают воображение широкой публики. В 2018 году на аукцион было выставлено частное письмо, написанное Эйнштейном незадолго до смерти. Как ни удивительно, победившая заявка на это письмо о Боге составило 2,9 миллиона долларов, что превзошло все ожидания аукционного дома. В этом и других письмах Эйнштейн сетовал на невозможность ответить на вопросы о смысле жизни, но вполне ясно высказывал свои мысли в отношении Бога. «Одна проблема, — писал он, — состоит в том, что на самом деле существует два типа богов, и мы часто путаем тех и других. Во-первых, существует личный Бог, Бог, которому вы молитесь, Бог Библии, который карает филистимлин и вознаграждает верующих. Эйнштейн не верил в этого Бога. Он не верил, что Бог, создавший Вселенную, вмешивается в дела простых смертных. Однако Эйнштейн верил в Бога Спинозы, то есть в Бога порядка во Вселенной, которая красива, проста, элегантна. Вселенная могла быть безобразной, случайной и хаотической, но вместо этого в ней царит скрытый порядок, который загадочен, но глубок. В качестве аналогии Эйнштейн однажды сказал, что ощущает себя ребенком, попавшим в огромную библиотеку. Повсюду лежат стопки книг, содержащих ответы на загадки Вселенной. Целью его жизни фактически было стремление прочесть в этих книгах хотя бы несколько глав. Однако он оставил открытым вопрос, если Вселенная подобна обширной библиотеке, то есть ли в ней библиотекарь, или существует ли кто-то, кто написал эти книги? Иными словами, если все физические законы можно объяснить теорией всего, то откуда взялось ее уравнение? Кроме того, Эйнштейна мучил еще один вопрос, «Был ли у Бога при создании Вселенной выбор?» Доказательство существования Бога. Эти вопросы, однако, представляются не настолько ясными, когда мы пытаемся использовать логику, чтобы доказать или опровергнуть существование Бога. Хойкинг, например, в Бога не верил. Он писал, что большой взрыв произошел в одно мгновение, так что у Бога просто не было времени, чтобы создать Вселенную такой, какой мы ее видим. В первоначальной теории Эйнштейна Вселенная расширялась почти мгновенно. Но в теории мультивселенной наша Вселенная не что иное, как пузырек, сосуществующий с другими пузырьковыми Вселенными, которые возникают все время. Если так, то может быть время не возникло внезапно вместе с Большим Взрывом, а существовало и до начала нашей Вселенной. Каждая Вселенная рождается в краткое мгновение, но не исключено, что вся совокупность Вселенных в мультивселенной вечно, так что теория всего оставляет вопрос существования Бога открытым. Вместе с тем, богословы уже не одно столетие пытаются сделать обратное, доказать при помощи логики существования Бога. Святой Фома Аквинский, великий католический богослов XIII века, выдвинул пять знаменитых доказательств существования Бога. Эти доказательства представляют интерес, поскольку даже сегодня они поднимают глубокие вопросы, имеющие отношение к теории всего. Два из них на самом деле излишни и дублируют остальные, так что доказательства Фомы Аквинского можно свести к трем пунктам. 1. Космологическое доказательство. Предметы движутся потому, что их толкают, то есть что-то приводит их в движение. Но что стало перводвижителем или первопричиной, запустившей Вселенную? Должно быть Бог. 2. Телеологическое доказательство. Везде вокруг мы видим объекты огромной сложности и хитроумности. Но каждой конструкции в какой-то момент необходим конструктор. Первым конструктором был Бог. 3. Третье. Онтологическое доказательство. Бог по определению есть самая совершенная сущность, какую только можно вообразить. Но при этом можно вообразить, что Бога не существует. Но если бы Бога не существовала, он не мог бы быть совершенным. Поэтому он должен существовать. Эти доказательства существования Бога оставались незыблемыми много столетий, пока в XIX веке Эммануил Кант не нашел ошибку в онтологическом доказательстве. Ведь совершенство и существование – две разные категории. Совершенство не обязательно означает существование. Однако остальные два доказательства необходимо пересматривать в свете современной науки и теории всего. Анализ телеологического доказательства достаточно прост. Всюду, куда бы мы ни посмотрели, находятся объекты чрезвычайной сложности. Но хитроумность окружающих нас форм жизни можно объяснить эволюцией. Если времени достаточно, то чистая случайность может быть движителем эволюции через выживание наиболее приспособленных, так что более сложные конструкции случайным образом возникают из менее сложных. Жизнь не нуждается в первом конструкторе. Анализ космологического доказательства не так прозрачен. Физики сегодня могут прогнать видеозапись задом наперед и показать, что Вселенная началась с Большого Взрыва, который и запустил движение. Однако, чтобы зайти в прошлое еще дальше, во времена до Большого Взрыва приходится использовать теорию мультивселенной. Но даже если считать, что теория мультивселенной объясняет, откуда взялся Большой Взрыв, приходится задавать следующий вопрос – откуда взялась мультивселенная? Наконец, если сказать, что мультивселенная – это логическое следствие теории всего, то нам придется спросить – откуда взялась теория всего? На этом физика прекращается и начинается метафизика. Физика ничего не говорит о том, откуда взялись сами физические законы. Так что космологическое доказательство святого Фомы Аквинского, в котором речь идет о перводвижителе или первопричине, сохраняет свою силу и сегодня. Ключевой чертой любой теории всего, по всей вероятности, будет ее симметрия. Но откуда берется симметрия? Симметрия должна быть следствием глубоких математических истин. Но откуда берется математика? На этот вопрос наша теория всего тоже отвечает молчанием. Вопросы, поднятые католическим богословом 800 лет назад, до сих пор остаются значимыми, несмотря на громадный прогресс в понимании происхождения жизни и Вселенной. Моя собственная точка зрения. Вселенная – замечательно красивое, упорядоченное и простое место. Мне кажется невероятно удивительным то, что все известные законы физической Вселенной можно изложить на одном единственном листе бумаги. На этом листе, конечно, найдется место для теории относительности Эйнштейна. Стандартная модель сложнее, ее зоопарк элементарных частиц занимает большую часть листа. Вместе они могут описать все в известной нам Вселенной, начиная с того, что находится внутри протона и заканчивая самыми далекими уголками видимого пространства. С учетом предельной ограниченности этого листа бумаги, трудно не прийти к мысли о том, что все было спланировано заранее, что в элегантности Вселенной видна рука какого-то космического дизайнера. Для меня именно это служит сильнейшим аргументом в пользу существования Бога. Но краеугольным камнем наших представлений об окружающем мире является наука, которая основана в конечном итоге на вещах проверяемых, воспроизводимых, опровержимых. Этим все сказано. В таких дисциплинах, как литературоведение, со временем все усложняется. Специалисты вечно гадают, что на самом деле хотел сказать Джеймс Джойс с тем или иным пассажем. Но физика движется в противоположном направлении. Чем дальше, тем она становится проще, оказываясь в итоге следствием пригоршни уравнений. Мне кажется, это замечательно. Но ученые зачастую не спешат признавать, что на свете может существовать что-то помимо царства науки. Например, невозможно опровергнуть отрицательное утверждение. Представьте, что мы хотим опровергнуть существование единорогов. Даже если мы прочешем большую часть поверхности Земли и не обнаружим ни одного единорога, всегда остается вероятность того, что единороги живут на каком-то неизвестном острове или в тайной пещере. Таким образом, опровергнуть существование единорогов невозможно. Это означает, что даже через сто лет люди по-прежнему будут спорить о существовании Бога и смысле Вселенной. Дело в том, что эти концепции непроверяемы и, следовательно, неразрешимы. Они находятся вне царства обычной науки. Аналогично, даже если мы во время путешествий в открытом космосе никогда не встречали Бога, всегда остается возможность его существования где-то там, где мы еще не бывали. Поэтому я агностик. Мы пока лишь очень поверхностно изучили Вселенную и было бы слишком самоуверенно делать заявление о ее природе в целом, недоступной нашим инструментам. Не стоит также забывать, что любому исследователю придется рано или поздно столкнуться с тезисом святого Фомы Аквинского о необходимости существования перводвижителя. Иными словами, откуда все взялось? Даже если Вселенная началась именно так, как говорит теория всего, то откуда взялась сама теория всего? На мой взгляд, она существует потому, что это единственная математически непротиворечивая теория. Все остальные теории изначально имеют недостатки и противоречия. По моему мнению, если начать с любой другой теории, то в конечном итоге можно доказать, что 2 плюс 2 равно 5. Иначе говоря, эти альтернативные теории внутренне противоречивы. Напомню, что на пути к признанию теорию всего ожидает множество препятствий. Когда мы вводим в какую-нибудь теорию квантовые поправки, она обычно рушится, в ней возникают бесконечные расходимости или ее первоначальную симметрию губят аномалии. Я убежден, что существует возможно всего одно решение для данных ограничений, способное привести теорию в порядок, исключив все прочие возможности. Наша Вселенная не может существовать в 15 измерениях, поскольку такая Вселенная страдала бы от фатальных недостатков. В десятимерной теории струн, когда мы вычисляем квантовые поправки, они часто содержат множитель D-10, где D-размерность пространства-времени. Очевидно, если принять D равное 10, то эти неприятные аномалии исчезнут. Если же приравнять D-10, то мы получим другую Вселенную, полную противоречий, где нарушается математическая логика. Точно так же при введении мембран и вычислениях в рамках М-теории, мы получаем нежелательные слагаемые, содержащие множитель D-11. Следовательно, в рамках теории струн существует только одна внутренне непротиворечивая Вселенная, где 2 плюс 2 равно 4, и существует она в 10 или 11 измерениях. Таким образом, это и есть возможный ответ на вопрос, поднятый Эйнштейном в процессе поиска теории всего. Было ли у Бога при создании Вселенной выбор? Уникальна ли наша Вселенная или есть много форм ее существования? Если мои мысли верны, то выбора никакого нет. Существует лишь одно уравнение, способное описать нашу Вселенную, потому что все остальные математически несостоятельны. Так что финальное уравнение Вселенной уникально и единственно. Решений у него может быть бесконечное множество, но само уравнение единственно. Это проливает свет еще на один вопрос. Почему в мире вообще существует хоть что-то, а не сплошное ничто? В квантовой теории нет такой вещи, как абсолютное ничто. Мы видели, что абсолютной черноты не существует, так что черные дыры на самом деле серые и должны испаряться. Аналогично при поиске решения квантовой теории мы обнаруживаем, что минимальная энергия не равна нулю. Так невозможно достичь абсолютного нуля, поскольку атомы в самом низком квантовом энергетическом состоянии все же испытывают колебания. Точно так же, согласно квантовой механике, невозможно достичь нулевой энергии квантово-механически, поскольку у вас все равно останется энергия нулевой точки, то есть минимальные квантовые колебания. Состояние нулевых колебаний нарушило бы принцип неопределенности, поскольку нулевая энергия означает состояние нулевой неопределенности, которое запрещено. Итак, откуда же взялся большой взрыв? Вероятнее всего, это была квантовая флуктуация в ничто. Даже ничто или чистый вакуум непрерывно пенится частицами вещества и антивещества, которые возникают парами в вакууме, а затем вновь исчезают в том же вакууме. Именно так из ничего возникло нечто. Хокинг, как мы говорили, называл это пространственно-временной пеной, имея в виду пену из крохотных пузырьковых вселенных, непрерывно выскакивающих из вакуума и вновь исчезающих в нем. Мы не видим этой пространственно-временной пены, потому что каждый пузырек много меньше любого атома. Но время от времени один из этих пузырьков не растворяется вновь в вакууме, а расширяется, пока не начнется инфляционный процесс и не возникнет целая вселенная. Так почему существует не ничто, а нечто? Потому что первоначально наша вселенная возникла из квантовых флуктуаций в ничто. В отличие от бесчисленных других пузырьков, наша вселенная вырвалась из пространственно-временной пены и продолжила расширение. Было ли у вселенной начало? Даст ли наша теория всего ответ на вопрос о смысле жизни? Много лет назад я видел странный плакат, выпущенный одним обществом медитации. На нем были изображены уравнения супергравитации в их полной математической красоте. При этом от каждого члена шла стрелочка с надписью «Мир», «Покой», «Единство», «Любовь» и тому подобное. Иными словами, смысл жизни был встроен в уравнение теории всего. Лично я считаю, что вряд ли математический член какого бы то ни было уравнения физики можно приравнять к любви или счастью. Однако я убежден, что у теории всего найдется, что сказать о смысле вселенной. В детстве меня воспитывали в протестантской вере, хотя родители мои были буддистами. Эти две великие религии, христианство и буддизм, придерживаются противоположных точек зрения в отношении создателя. В христианстве Бог создал мир в какой-то определенный момент времени. Католический богослов и физик Жорж Леметер, один из архитекторов теории Большого Взрыва, считал, что теория Эйнштейна не противоречит книге бытия. В буддизме Бога как такового нет. Вселенная там не имеет ни начала, ни конца. Существует лишь вневременная нирвана. Как можно соединить эти две диаметрально противоположные точки зрения? Вселенная либо имела начало, либо нет. Промежуточные варианты невозможны. Но на самом деле теория мультивселенной позволяет нам взглянуть на это противоречие совершенно по-новому. Возможно, наша Вселенная все же имела начало, как сказано в Библии. Но, возможно, большие взрывы происходят все время, согласно инфляционной теории, порождая целую ванну пузырьковых Вселенных. Возможно, эти Вселенные расширяются в гораздо более обширной области, своеобразной нирване гиперпространства. Так что наша Вселенная имеет начало и представляет собой трехмерный пузырь, плавающий в гораздо более обширном пространстве одиннадцатимерной нирваны, в которой постоянно возникают и другие Вселенные. Таким образом, идея мультивселенной позволяет соединить креационистскую мифологию христианства с нирваной буддизма в единую теорию, совместимую с известными физическими законами. Смысл в конечной Вселенной В конечном итоге, я уверен, мы создаем во Вселенной свой собственный смысл. Слишком просто и легко оглядываться на некоего гуру, спустившегося с горных высей и принесшего нам смысл Вселенной. Чтобы понять и оценить смысл жизни, необходимо прилагать усилия. Если преподнести его в готовом виде, теряется всякая идея смысла. Смысл жизни, доступный даром, потерял бы свое смысловое наполнение. Все, что имеет смысл, добывается в результате борьбы и жертв, и стоит того, чтобы за него сражаться. Но трудно утверждать, что Вселенная имеет смысл, если сама она когда-нибудь умрет. Физика в каком-то смысле вынесла Вселенной смертный приговор. Несмотря на все высокоученые дискуссии о смысле и цели Вселенной, все это может оказаться бесполезным, поскольку наша Вселенная обречена на гибель в ходе большого замерзания. Согласно второму закону термодинамики, все в замкнутой системе должно со временем распасться, заржаветь или рассыпаться. Естественный порядок вещей, увядание и со временем прекращение существования. Все на свете неизбежно должно умереть, когда умрет сама Вселенная. Так что какой бы смысл мы не приписывали Вселенной, ее смерть унесет его с собой. Но опять же, возможно, слияние квантовой теории с теорией относительности даст нам лазейку и позволит Вселенной уцелеть. Как было сказано ранее, второй закон термодинамики рано или поздно обрекает Вселенную в замкнутой системе на гибель. Ключевое слово здесь замкнутое. В открытой Вселенной, куда энергия может поступать извне, можно обратить действия второго закона вспять. Так бытовой кондиционер, на первый взгляд, нарушает второй закон термодинамики, поскольку вбирает в себя хаотический теплый воздух и охлаждает его. Но кондиционер получает энергию извне, от компрессора, и потому не является замкнутой системой. Аналогично жизнь на Земле, на первый взгляд, нарушает второй закон термодинамики, потому что всего за 9 месяцев превращает гамбургеры и картошку фри в младенца, а это настоящее чудо. Так почему жизнь на Земле возможна? Потому что у нас имеется внешний источник энергии, Солнце. Земля не является замкнутой системой, а солнечный свет позволяет нам извлекать энергию Солнца и получать с ее помощью пищу, необходимую для питания малыша. Так что во втором законе термодинамики имеется лазейка. Солнечный свет делает возможными эволюцию и развитие от низших форм к высшим. Точно так же можно использовать кротовые норы, чтобы открыть проход в другую Вселенную. Судя по всему, наша Вселенная замкнута, но не исключено, что однажды, возможно перед лицом смерти Вселенной, наши потомки сумеют воспользоваться своими громадными научными знаниями, чтобы накопить достаточно положительной энергии и открыть туннель в пространстве и времени. А затем при помощи отрицательной энергии и квантового эффекта Казимира стабилизировать его. Когда-нибудь наши потомки овладеют планковской энергией, энергией, при которой пространство и время становятся нестабильными, и воспользуются мощными технологиями, чтобы покинуть нашу умирающую Вселенную. Таким образом, квантовая гравитация, вместо того, чтобы оставаться упражнением в математике одиннадцатимерного пространства времени, становится космической межпространственной спасательной шлюпкой, позволяющей разумной жизни обойти второй закон термодинамики и переместиться в какую-нибудь гораздо более теплую Вселенную. Так что теория всего больше, чем просто красивая математическая теория. В конечном итоге она может оказаться нашим единственным спасением. Заключение Поиски теории всего привели нас к поиску конечной объединяющей симметрии Вселенной. Вся симметрия, которую мы видим вокруг, от теплого летнего ветерка до пламенеющего великолепия заката, представляет собой лишь фрагмент симметрии, существовавшей в начале времен. Та первоначальная симметрия оказалась нарушенной в момент Большого взрыва. И теперь всюду, где наш взгляд восхищенно ловит красоту природы, мы видим ее остатки. Мне нравится думать, что мы, возможно, напоминаем двумерных обитателей Флатландии, живущих на мифической плоскости и не способных представить себе третье измерение, которое в их обществе считается просто суеверием. В начале времен во Флатландии существовал прекрасный трехмерный кристалл, который по какой-то причине был нестабилен и распался на миллион осколков, которые дождем просыпались на Флатландию. Много столетий обитатели Флатландии пытались заново собрать эти кусочки, складывая их подобно пазлу. Со временем им удалось воссоздать два гигантских куска. Один из них назывался теорией гравитации, другой — квантовой теорией. Однако обитатели Флатландии, как ни старались, не могли соединить эти два куска воедино. Однажды один предприимчивый флатландец выдвинул дерзкую гипотезу, которая всех рассмешила. Почему бы, сказал он, опираясь на математику, не приподнять один из кусков, воображаемое третье измерение, так, чтобы куски сошлись и легли один на другой? Когда же это было сделано, флатланцы с изумлением увидели сверкающий и переливающийся всеми цветами драгоценный камень, который внезапно появился перед ними в своей совершенной великолепной симметрии. Или, как писал Стивен Хокинг, если мы действительно откроем полную теорию, то со временем ее основные принципы станут доступны пониманию каждого, а не только нескольких ученых. Тогда все мы, философы, ученые и обычные люди, сможем принять участие в обсуждении вопроса о том, почему существуем мы и Вселенная. Ответ на этот вопрос станет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда мы узнаем замысел Бога. Субтитры создавал DimaTorzok